Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребуется 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновация в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее, комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Добрый день, друзья. Как меня слышно, если меня... Кстати, я не вижу никого. Если меня слышат люди... Тем более, кто сегодня на связи у нас есть, то... Как-то отреагирую сейчас. Один-два раз. Игорь, хорошо слышно, хорошо. Все, здорово. Начинаем. Добрый день, доброе утро. Не знаю, у кого вечер. У меня сейчас в Сибирске уже 16. В Москве сейчас 13. В Европе у нас где-то 13, где-то 12 часов. Андрей, привет. В Австралии сейчас уже в вечернее время 20 часов. Почему я об этом говорю, ребят? Потому что сегодня у нас наш телемост, международный телемост. Очередной телемост, третий по счету, можно так сказать. И мы бьем определенные рекорды. Я не побоюсь этого слова. Потому что... Во-первых, всех поздравляю, что мы с вами здесь встретились. Скажу, что очень приятно, что на сегодняшний день на нашем телемосте, в нашем мероприятии присутствует достаточно большое количество новых, совершенно новых людей. Почему я об этом знаю? Потому что, когда вы писали заявки на участие в телемосте, то я видел ваши вопросы, которые вы задаете. И по вопросам видно буквально, что люди не вот-вот только буквально входят в наш проект или интересуются нашим проектом, интересуются нашими целями, идеями. То, к чему мы стремимся. И вопросы буквально повторяются, которые были вопросы и в первый телемост, нашел второй телемост. И те вопросы, которые, в общем-то, у нас идут исключительно на всех вебинарах, и так далее, и так далее. Поэтому это очень радует. Так вот, смотрите, какая статистика на сегодняшний день. У нас присутствует 21 страна. 21 страна. Первый телемост было 13 стран, второй 14 стран, на сегодняшний день 21 страна. Единственное, не постесняясь, обязательно назову эти страны, кто у нас сегодня здесь есть в нашей комнате, кто еще заходит постепенно. Вот я смотрю, люди заходят, заходят, заходят. Комната у нас большая. До тысячи, скажем, мест присутствия. Но здесь есть еще другие интересы. Так вот, у нас сегодня здесь Казахстан, Киргизия, Украина, Швейцария, Латвия, Эстония, Молдова, Турция, Чехия, Азербайджан, Ирландия, Италия, Испания, ЮАР даже есть у нас, Израиль, Болгария, Узбекистан, Армения, Португалия, Белоруссия, Россия. Вот 21 страна. И теперь еще одна интересная цифра. 319 городов заявилось на сегодняшнее участие в нашем телемосте. 319, здесь вообще все рекорды побиты. В первом у нас телемосте было 86 городов, на второй телемосте у нас было 72 города участвовало, и 319 именно сейчас, представляете? Значит, мы растем, значит, мы интересны, значит, все, что мы делаем, это интересно людям, интересно нашей планете, это очень здорово. Я вам еще одну цифру скажу, что буквально около 40 городов, которые сегодня присутствуют здесь у нас на нашем вот таком мусторотом открытом телемосте, около 40 городов это те, где те города, где руководители различного уровня собирают группу людей, где количество людей составляет больше 20 человек. Больше 20 человек, они тоже здесь присутствуют. Еще очень приятная вам новость, хочу сказать, ну, не новость, а реальную действительность на данный момент. Дело в том, что сейчас проходит в городе Жуковского под Москвой, проходит региональная конференция, где достаточно большое количество людей, возможно, они даже будут сегодня участвовать вместе с нами. Я не знаю, как у них с интернетом, но там сегодня, так скажем, гостем, основным спикером выступает Александр Мунко, если ему удастся с нами связаться, он обязательно с нами свяжется. То есть процесс идет, вот такая вот интересная картина происходит на данный момент. Мы сегодня с вами поработаем, все у нас просто, как стабильно, вы уже знаете, я думаю, за два-два с половиной часа, возможно, мы уложимся. Шесть выступающих у нас сегодня здесь, и темы различные, темы вы видели в рассылке, если, ну, все с этим, в принципе, ознакомлены. Вот, какие-то новости вы знаете, какие-то, может быть, для себя новости, да. И самое интересное, что я еще хочу сказать, что сегодня вот буквально вы услышите некоторых руководителей впервые, которые будут на теле масте, на таком мероприятии, да. И это очень здорово, потому что те, кто уже не в первый раз присутствует на таких мероприятиях, кто был, особенно на московском форуме, об этом вы слышали, говорил постоянно. И Андрей Хавратов говорил, и Сергей Сергеевич. На форуме особенно это подчеркивает, что наша команда постоянно расширяется, у нас достаточно большое количество, ну, в кавычках, так скажу, в кавычках, рабочих мест, и руководители расширяются, директора расширяются, появляются новые интересные люди в нашей команде, амбициозные, скоростные, далеко смотрящие и так далее, и так далее. И мы с удовольствием понимаем, как идти себе в команду. Почему я об этом говорю? Потому что первым, кто сегодня будет поступать буквально через несколько секунд, это Анна Кочеткова, и вещать она вам сегодня будет. Она начинает сегодняшний наш телемост, неважно, нет тут какой градации, она начинает наш телемост, потому что ее обращение будет, скорее всего, тем людям, которые впервые сегодня присутствуют на таком мероприятии, как бы говорится, информация для новеньких людей. И Аня будет вещать нам из Санкт-Петербурга, кстати, все шесть человек, которые сегодня будут говорить в телемосте из разных шести городов. И Аня, если ты здесь, с удовольствием поставляю тебе слово. Алло. Спасибо большое, друзья, простите за заминку. Итак, экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной проблемой. И экология очень сильно загрязнена, воздух загазован, и с каждым днем ситуация становится все хуже и хуже. И, друзья, хочу вам представить автора прорывной технологии, которая сможет решить все эти проблемы современного мира. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, советский, белорусский и русский ученый, автор более 140 изобретений, 18 научных монографий и более 200 научных работ. И Анатолий Эдуардович уже более 37 лет занимается разработкой струнного транспорта. И уже проведено множество испытательных работ, тестов, снимаются телепередачи и сняты документальные фильмы. И технология уверенно развивалась в 2000-е годы при участии самых известных лиц. В 2001 году в подмосковном городе Озеры проводились первые испытания струнного транспорта Юницкого, которые посетили первый заместитель министра транспорта Московской области Кокурин Андрей Борисович. А также губернатор Московской области Громов Борис Севолодович. И строительство испытательного полигона профинансировал губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. И научно-производственная компания SkyWay занимается созданием инновационной транспортной системы 2-го уровня, в которую входят следующие системы. Высокоскоростной SkyWay – это транспортная система, которая позволяет осуществлять перевозки людей между городами и регионами, странами и континентами со скоростью до 500 км в час и вместимостью до 500 человек. И транспорт очень комфортный, безопасный и всепогодный. Эстакада будет устойчива к проливным дождям, к обильным снегопадам, к песчаным бурям, к цунами, а также к появлениям актов терроризма. Далее, грузовой SkyWay Unicar. Он предназначен для перевозки сыпучих, жидких и промышленных грузов, а также бытовых отходов. Его скорость составляет до 120 км в час, расстояние перевозок до 10 000 км и объем до 250 млн тонн в год. И также грузовой SkyWay будет транспортировать полезные ископаемые из труднодоступных мест, куда обычному транспорту не добраться. И это такие места, например, как горные участки, как пустыни и зона вечной мерзлоты. Далее, городской SkyWay Unicar. На слайде вы можете увидеть подвесной SkyWay и навесной. Он передвигается в городах, пригородах, также между ними и достигает скорости до 150 км в час. Его вместимость до 100 человек и расстояние до 200 км. И себестоимость таких перевозок в 2 раза ниже себестоимости подземного метро, в 3 раза ниже себестоимости перевозок трамваям и в 5 раз монорельсовой дороги. И так вот, друзья, на сегодняшний день уже более 100 компаний со всех континентов проявили интерес к технологии и ждут ее сертификации. И во время представления технологии SkyWay будут подписаны контракты и соглашения по предварительным заказам на сумму более 180 миллиардов евро. И какие же перспективы развития технологии SkyWay? Это создание новой инфраструктуры транспортной системы, объектов недвижимости, системы взаимосвязи, создание новой инфраструктуры производства. И как в свое время пришел к нам интернет и стал ядром 5-го технологического уклада, так и мы перейдем в 6-й технологический уклад с новым транспортом и с новыми технологиями. И, друзья, в одну ногу с Анатолием Эдуардовичем Ленинским идет Седряков Сергей Анатольевич, директор Транснет, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Национального института высшая школа управления, государственный советник Российской Федерации 3-го класса. И Сергей Анатольевич проникся идеей создания струнного транспорта и с 2000 года он состоит в команде Анатолия Эдуардовича Ленинского. В 2013 году было принято решение финансировать проект при помощи краудинвестинга. И краудинвестинг – это народное инвестирование в обмен на часть собственности компании. То есть это когда вы можете в обмен на свою инвестицию стать совладельцем компании. То есть после ее реализации вы будете получать дивиденды. И с помощью народных средств нам необходимо реализовать тестовые участки для сертификации транспортной системы и, соответственно, получения заказов. Итак, перед вами оценка венчурного проекта SkyWay. Наша компания предлагает совершенно новую транспортную систему и 15 этапов реализации проекта. На данный момент мы находимся на четвертом этапе. Срок запуска в течение трех лет. И у компании основной капитал более 400 миллиардов долларов. Также компания прозрачна и открыта. И нас, как инвесторов, компания привлекает на строительство демонстрационной технологической площадки для продажи SkyWay. Ну, другими словами, экотехнопарка. Капитализация намечается на 2017 год. И срок окупаемости ожидается от 3 до 5 лет. И потенциальные дивиденды, которые компания планирует нам выплачивать, это от 20 до 100%. Инвестиционная стратегия – это народное инвестирование во время на долю компании, как я говорила ранее. И более 15 миллионов дорог SkyWay по всему миру компания планирует построить. И на сегодняшний день цена одной акции составляет 0,004 фунта. А уже к 2017 и 2020 годам номинальная стоимость одной акции будет от 1 фунта. К 2025 году стоимость уже акции будет от 10 фунтов. И к 35-му от 300 фунтов. И, допустим, вы инвестировали в компанию 1000 фунтов. На сегодняшний день это примерно около 80 тысяч рублей российских. Ну, плюс-минус. И уже всего через 3 года ваш пакет акций, который сегодня стоит 1000 фунтов, будет стоить уже 200 тысяч фунтов. А это 16 миллионов рублей. И только представьте вашу выгоду. Это в 200 раз увеличит ваш капитал. И, друзья, хочу вам представить директора и основателя компании SkyWay Invest Group Андрея Федоровича Хавратова. Андрей Федорович – профессиональный инвестор с 16-летним опытом, частный трейдер, бизнес-тренер с мировым признанием, автор и создатель академии частного инвестора, в которой уже более 100 тысяч человек получили инвестиционное образование. Андрей Федорович убедил в развитии SkyWay новое экономическое направление. И 4 сентября 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве между компаниями Rail SkyWay Systems в лице директора Анатолия Эдуардовича Юницкого и SkyWay Invest Group в лице Хавратова Андрея Федоровича сроком на 20 лет. И главной целью SkyWay Invest Group является реализация планов SkyWay создание устойчивого финансирования всех проектов SkyWay. И также предоставление профессиональных знаний в области инвестирования. И с помощью обучения от нашей компании акционеры становятся финансово грамотными в инвестиционных вопросах. И для тех, кто хочет создать устойчивый бизнес в рамках проекта SkyWay, созданы очень благоприятные условия. У нас шикарная партнерская программа и полная автоматизация для удобной работы. И предоставление максимальных возможностей для отличного заработка. Абсолютно каждый человек, то есть не важно кем вы являетесь, будь то предприниматель, служащий, работник, бизнесмен, инвестор, студент, пенсионер, абсолютно не важно кем вы являетесь, абсолютно каждый человек может инвестировать в корневую компанию, которая владеет технологиями SkyWay и оценивается в сумму 400 миллиардов долларов. Абсолютно каждый человек может получить возможность льготной цены на стоимость акций. И то, что сегодня стоит копейки, буквально через пару лет будет стоить уже миллионы. И каждый из вас может пожизненно получать дивиденды от эксплуатации и продажи технологий SkyWay. После регистрации или репликации вашего аккаунта в подарок от компании вы получаете 50 акций просто так за обычную регистрацию. А минимальная инвестиция составляет 10 фунтов. На сегодняшний день это примерно 800 рублей. И деньги, которые найдутся абсолютно у каждого человека. Компания очень надежна, у ее руля стоят инвесторы с многолетним стажем. Также дополнительные бонусные акции с образованием трудоустройства на рынке инвестиционного бизнеса. Вы получите уникальные знания в сфере инвестирования. И возможные дивиденды от фонда для инвесторов. И, друзья, оплачивая комплексные обучающие инвестиционные пакеты OIF, вы не только экономите на образовании, получаете уникальные знания в сфере инвестиций, но и получаете пакет акций SkyWay в подарок. И самый минимальный OIF стоит всего 10 фунтов. И сегодня за 10 фунтов вы можете приобрести 500 акций компании, которые в 2017 году будут уже стоить 500 фунтов. И, например, если вы приобретете пакет акций за, ну, например, за 550 фунтов, на сегодняшний день это около 44 тысяч рублей, то уже через 3 года этот пакет акций будет стоить 82 500 фунтов. А это уже более 6 миллионов рублей. И сегодня вы потратите 44 тысячи рублей, а завтра вы, ой, ну не завтра, а через буквально пару лет вы получите более 6 миллионов. И чем больше акционный пакет вы приобретете, тем большую выгоду вы получите. И, друзья, давайте вернемся на пару десятков лет назад. Хочу привести вам несколько фактов из истории. В 1998 году череда нам было инвестировано в компанию Google 100 тысяч долларов. И сегодня эта доля и сама компания капитализировались почти на миллион процентов. И таким образом, если бы вы в 1998 году инвестировали в Google всего 10 долларов, то ваша доля сегодня оценивалась бы уже в 100 тысяч долларов. И в компании Apple, когда она привлекала инвестиции, продавала свои доли, если бы вы в тот момент инвестировали всего 8 долларов, то сегодня ваша бы доля составляла уже 550 тысяч долларов. Есть такой интересный факт. Через две недели Рон Уэйн усомнился в компании, усомнился в том, что она реализуется, и продал свои 10 процентов акций за 800 долларов. И сегодня этот пакет акций стоит 55 миллиардов долларов. И есть еще такой недавний пример из жизни. Это компания Libaba. Компания была основана в 1996 году. И в нее было инвестировано всего 60 тысяч долларов на момент ее основания. И в прошлом году, в сентябре, компания вышла на IPO и капитализировалась до 231 миллиарда долларов. И, к примеру, если бы каждый из вас в 1996 году инвестировал, например, 100 долларов, то сегодня эта доля оценивалась бы уже в миллион 782 тысяч долларов. И похожие примеры можно увидеть на слайде ниже. Это компания Microsoft, это компания Walmart, Boeing. И вы также можете увидеть, какие у этих компаний капитализации. И, друзья, это факты из истории, с которыми мы просто не поспоришь. И те люди, которые в свое время поверили в эти компании, когда они еще были никому не известны, те люди, которые инвестировали в них, они сейчас очень богаты. И мне кажется, что многие из вас хотели бы быть на месте этих людей. И у вас есть такая возможность, и акции компании SkyWay возрастут не в сотни, а то и в тысячи раз. И если вы хотите обеспечить себе и своим близким достойное будущее, если вы хотите увеличить свой капитал в сотни, а то и в тысячи раз, то примите верное решение. Используйте возможность, которая дается раз в сто лет. И, друзья, помните, что наше будущее, оно в наших руках. И только от нас зависит, каким оно будет. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Игорь, передаю вам слово. Спасибо большое, Аня. Спасибо большое за такую короткую и правильную презентацию. Так эмоционально Аня выступала, эмоционально увлечена, что если бы, допустим, я думаю так, если бы я впервые слушал и получал эту информацию, я бы с удовольствием захотел бы познакомиться. Ну, с Аней понятно, что с Аней познакомился. Естественно, познакомимся с этим проектом. Спасибо большое, Аня. Ну, и что? Ну, теперь у нас пошла тяжелая артиллерия, как говорится. И уже Анна показала ей фотографии наших руководителей. И пару слов она сказала. Мне остается только добавить, что сейчас слово я предоставлю на нашем телемастерии Сергею Сибирякову. Сибирякову Сергею Анатольевичу. Я не знаю, почему я сейчас его назвал Сочистом. Потому что для меня, например, ребят, вот есть SkyWay. Есть SkyWay, есть Бельницкий Анатолий Анатольевич, да. А есть SkyWay Invest Group. Есть наш фонд, и мы являемся партнерами. Теперь для меня в нашем фонде таким бельницким является Сибиряков Сергея Анатольевич. Эксперт по глобальному развитию, по макроэкономическому прогнозированному. Консультант нашей компании по глобальному развитию. Вообще проект на SkyWay Сибиря. С удовольствием предоставляю тебе слово. Игорь, слышно? Нормально все, да? Со звуком? Отлично слышно, Сергей. Да, отлично слышно. Ну, приветствую вас, друзья. Вот, конечно, те цифры, которые Игорь озвучил в начале по нашему третьему телемосту, конечно, они впечатляют, друзья. Это 21 страна, практически все континенты, которые он назвал, 300 городов. Вот, это говорит о том, что будущее, друзья, это то, что интересует всех. И то, что мы сегодня с вами делаем, это как раз в рамках развития новой концептуальной экономической системы. Это новая эволюция мира, это новый технологический уклад. Соответственно, мы сейчас позиционируемся как компания, как команда, которая именно продвигает, сначала визуализирует, потом рассказывает, потому что мы обучающий проект. Потом мы организуем при нашем непосредственном участии, это инвестпроводящая система, это краудинвестинг, то есть большим количеством. И сегодня мы уже вплотную подошли к 60 тысячам именно участников нашего проекта, нашего обучающего программа. Естественно, это является источником инвестиций, и мы через покупку акций главной компании группы SkyWay мы инвестируем в развитие технологии, которая должна сегодня существенным образом изменить весь подход. То есть, перед этим, конечно, очень очаровательно, я не сказал, что как... Так, а что с экраном, Дим, повесь эту самую картинку там, как мы говорили, а тут у меня экран там на фоне серого экрана, это самое просто стоит. Нормально. Так вот, друзья, на чем я хотел бы сегодня остановиться и на каком этапе мы сегодня подошли, что проект активно развивается, количество участников, мы видим это по регистрациям каждый день людей, которые приходят в наш фонд SkyWay Invest Group. Создан еще ряд подобных фондов, которые работают именно по продаже акций компании SkyWay. То есть, SkyWay Capital и сейчас еще Миша Акопян создал еще один фонд. То есть, все они работают на то, чтобы привлекать инвесторов и инвестировать в корневую технологию. Соответственно, мы это так и позиционируем и понимаем, что SkyWay Invest Group для нашей команды это фонд прямых инвестиций, который финансирует развитие технологии различных направлений. И основное сегодня это, конечно, строительство полигона и то, что будет демонстрировать и защищать технологию. Эта работа идет активно. У нас вчера была встреча с генеральным конструктором, генеральным директором Томбиевичем Емитским, именно с директорским составом. Он очень подробно, эта запись будет обязательно, он очень подробно и серьезно рассказал о том, как работает КБ, как оформляется земля, как сегодня готовится уже строительство, как идет подготовка к производственным мощностям и выпуску отдельных элементов и выпуску подвижного состава. Все это идет, друзья, полным ходом. Здесь сомневаться в этом абсолютно не... Ну, я думаю, что сомневающиеся всегда будут, но это, друзья, абсолютно как бы там не, скажем так, ничем не подкоплено, потому что работа действительно проделана огромная. И наши директора регулярно бывают в Минске в конструкторском бюро. Это впечатляет, когда четырехэтажное здание полностью занято уже конструкторским бюро. И люди, которые работают каждый день, каждую минуту, каждую секунду выдают результаты. Это, естественно, друзья, нас всех приближает к запуску проекта. А запуск – это демонстрация и уже непосредственно реализация адресных проектов. Поэтому здесь, друзья, при, скажем так, непосредственном участии нашего Skyway Invest Group фонда, именно который собирает инвестиции, инвестирует, эта работа ведется и сейчас нашими общими усилиями и самой головной компанией Skyway Systems, Rail Skyway. То есть она тоже ведет свою партнерскую программу. И фонда, как я уже говорил, Skyway Capital и ниша Акапиана фонд. То есть это все как раз именно направлено на то, чтобы эта работа активнейшим образом продвигалась и развивалась. На чем бы я хотел остановиться именно сегодня, в чем специфика того, что мы делаем. Мы напрямую приближаемся сегодня уже к запуску адресных проектов, то есть когда эта технология будет востребована. И как раз Анатолий вчера показывал, что идут уже непосредственные прямые переговоры с Арабскими Эмиратами, с департаментом транспорта Абудаби на то, чтобы уже применять технологию и в альтернативу метро, и ухода от тех пробок, от тех проблем, которые сегодня есть. То есть технология второго уровня, она востребована сегодня абсолютно. И без этого дальше двигаться, то есть те проблемы, которые мы сегодня накопили, именно как цивилизация, как экономика, не только российская, не только евразийская, вся мировая, она не может решаться только с теми традиционными методами, которые есть. Здесь, друзья, я немножко пробегусь по той теме, которую мы всегда останавливаем, но без этого понимания невозможно представлять, что и как двигать, и почему мы сегодня, описывая будущее, всегда обязательно должны оглядываться назад. То есть это историческая несколько такая экскурс по поводу технологических укладов, собственно, почему мы говорим, что подошло время смены уклада, и эта смена уклада вводит такое понятие, как окно возможностей, тоже перед этим приводились примеры, каким образом происходит капитализация инвестиций, которые были сделаны там в 80-х, в начале 90-х годах, и как сегодня это выросло там, ну рекорд пока у Apple более чем 3600 раз роста акций. Соответственно, это все возникновение в пятом технологическом укладе, все, что связано с интернетом, IT-технологией, это как раз пятый уклад. А до этого я буквально в трех словах расскажу, почему идет общее представление, и почему нельзя рассматривать сегодняшнюю ситуацию просто как оторванную от общей ситуации в мире, от общей ситуации исторического процесса, и то, что мы говорим, то, что сегодня подошло, это неизбежный процесс, он обязательно предрешен. И сегодня у нас, именно как у людей, которые подключились в программе, у страны, которая обладает такими территориями, есть уникальный шанс. А начать я хотел бы вообще с такого понятия, как технологический уклад, его ввел в свое время еще академик Никеменко, это в советские времена. До этого Николай Кондратьев еще в 29-м году, в начале 20-го века расписал теорию так называемых длинных циклов, то есть экономических, технологических циклов, которые сменяют один за другим. И он ввел понятие, что не может экономика развиваться либо синусоидно, либо еще каким-то принципом, потому что каждый период не похож один на другой. И это, друзья, очевидно всем, потому что нельзя в сегодняшнее время сравнивать с 30 лет назад, когда не было интернета. Нельзя сравнивать 100 лет назад, когда не было двигателя внутреннего сгорания, или он только-только заходил. До этого нельзя сравнивать, когда не было электричества. То есть каждое технологическое решение, каждый технологический уклад – это абсолютно новая эпоха, это абсолютно новое направление, и оно несет свои законы. И принято считать, что история технологических укладов или, скажем, исторически-технологическая цивилизация, как мы ее сегодня понимаем, она началась где-то с 1787 года, это считается запуск первых пикантских фабрик в Англии, то есть первое появление промышленного производства. И кто из истории помнит, что там были и бунты крестьян, которые выступали против запуска этих фабрик, потому что промышленное производство резко снизилось себестоимость, соответственно, произошла смена уклада в Англии, там произошла революция, которая привела к тому, что уклад жизни в Англии очень резко изменился, и вслед за технологическим укладом произошел и политические, и социальные изменения. Это естественный процесс, это как раз по анализу и академика Кондратьева, потом академика Екеменко, а сегодня это продвигает и является автором этой теории, это Сергей Юрьевич Глазев, академик Российской академии наук и международной академии, он как раз развил эту теорию, наложил ее на сегодняшнюю действительность. И как раз он показывает, что у любой технологии есть циклы, то есть это эмбрионный цикл, когда она зарождается и подходит к своему развитию, так называемое внутреннее развитие, и как раз тоже сегодня приводилось, что инженер Юницкий занимался технологией 36 лет, это как раз то развитие, когда идет внутри и когда не видно, что происходит наружу. Некоторое время потом она выходит, она начинает пробиваться, эта технология, потом начинается взрывной ее рост, это так называемый расцвет. Потом у каждой технологии есть обязательно закат, потому что нет технологий, которые сегодня не сменяемы. И мы видим уже на нашем с вами веку появились информационные технологии, помните твиттеры, эти самые биперы, как они назывались, пейджеры, все, сегодня они отошли в прошлое, сегодня уже мобильная связь, сегодня уже мобильная связь начинает уступать связи IT-технологий, Wi-Fi, и буквально в ближайшие 3-5 лет останется только одна Wi-Fi-связь, то есть это связь, которая идет через спутники, через интернет, и когда будет завершена система, а это сегодня объявил бы Microsoft и Google о том, что они в ближайшие 5-6 лет повесят 300 спутников на низкой геостационарной арбите, то фактически 80% сегодня земли будет покрыта бесплатным Wi-Fi, и соответственно это будет новая эра уже информационных технологий. Но давайте вернемся ко второму укладу. Второй уклад, это считается появлением паровой машины, то есть когда появилось именно в сегодняшнем понимании фабрики, заводы, крупное производство. Соответственно это повлекло за собой создание угольной промышленности, потому что паровая машина за собой обязательно потребовала большое количество железа и металла, соответственно стали строиться железные дороги, это развитие дикого запада в Соединенных Штатах, стали строиться пароходы, вот это развитие мореплавания на абсолютно новых уровнях. И поэтому никто не будет отрицать, что соответственно с этим изменением стали входить изменения в финансовом мире, потому что для того, чтобы строиться такие большие крупные фабрики, заводы в сегодняшнем понимании, где работают десятки тысяч человек, это огромная концентрация капитала, огромная концентрация людских ресурсов, соответственно это все требует изменения подхода. Дальше за этим пришел третий экономический уклад, это появление электричества, тоже никто не будет отрицать и здравого смысла, что с появлением электричества резко изменилась вся производственная инфраструктура, вся производственное отношение, соответственно еще больше капитал, и соответственно мир стал приобретать те очертания, к которым мы сейчас привыкли. Четвертый технологический уклад, принято считать, что это конец 19-го, начало 20-го века, это появление двигателя внутреннего сгорания, соответственно появление стратегического сырья, такого как нефть, соответственно вместе с нефтью выходят Соединенные Штаты Америки, которые вводят единую валюту, которая до сих пор является доминирующей, это доллар, и вот весь 20-й век, начало 21-го века, соответственно шло под развитием четвертого технологического уклада, и соответственно там все социальные потрясения, которые происходили, включая две мировые войны, они были связаны с переделом ресурсов, с переделом территорий, и соответственно с применением тех машин и механизмов, которые привел за собой четвертый технологический уклад. После этого пятый технологический уклад считается, что это конец 69-го года, начало 70-го года прошлого столетия, это запуск интернета, и соответственно уже с начала 90-х годов, это уже мы с вами являемся историческими участниками этого процесса, запустился пятый технологический уклад, это все, что связано с передачей, хранением, использованием информации, это интернет, это как агрегированное понятие, и соответственно пьезоэффект, который дает соответственно кристалл кремний, это позволило создать абсолютно новую отрасль, микроэлектронику, а создание новой сферы программирования связало, увязать это все, позволило увязать все это в единую информационную среду, которую мы сегодня называем интернет, и сегодня мы уже понимаем, что находясь в пятом укладе, мы не представляем, как можно было жить без мобильной связи, без интернета, без ксерокса, без скайпа и так далее, и так далее, и как раз те примеры, которые приводилось сегодня в начале нашей встречи, о том, что как раз это возник самый крупный рынок, потому что это более 15% мирового рынка ВВП, соответственно это IT технологии, и они как раз показали вот эту капитализацию, они показали вот это технологическое развитие и создание новых отраслей, то есть мы теперь знаем еще и героев этого времени, это и Марк Цукенберг сегодня, герой поколения это и Билл Гейтс, это и Джобс, который вывел новый продукт и привел интернет в каждую ладонь, которую можно вызывать одним пальцем, соответственно это, друзья, все уже прошло на наших глазах, и мы четко понимаем, что это технологическая революция, особенно она понятна для людей чуть старшего поколения, тем, кому на начало 90-х было 20-25 лет, кто имеет техническое образование, и мы все видели, как эта технологическая революция произошла. Сегодня, если следовать этой логике, этой теории экстраполяции, то есть то, что сегодня вводит Сергей Ильич Глазев, что подошла эра шестого технологического уклада, и это как раз сегодня прерогатива аналитиков, прерогатива экономистов, тех, кто занимается прогнозом, потому что знать то, что будет, какие технологии будут развиваться, это значит наверняка инвестировать туда, куда надо, наверняка, соответственно, участвовать в процессе и быть на острие вот этого развития. И вот как раз наша технологическая и экономическая школа, родоначальником этой школы является Антон Даш Юницкий, то есть он 36 лет разработал технологическую концепцию с использованием предварительно напряженного металла, струны, соответственно, речь со струнно-балочной системой. Соответственно, дальше эта концепция стала развиваться уже в сеть адресных проектов, родилось такое понятие, как Транснет, то есть транспортная сеть, это сеть будет следующего поколения, которая идет за интернетом. И, соответственно, эта экономическая и технологическая школа претендует на то, что ядром шестого технологического уклада, это из терминологии Сергея Юрьевича Глазева, является именно Транснет, именно струнные технологии, именно транспорт старого уровня, который будет строить новую. И как раз эмбрионный период этой технологии закончился, и мы с вами стоим сейчас на этапе, когда произойдет ее уже коммерческое внедрение, коммерческий старт, и произойдет капитализация. Если говорить экономическим языком, то из анализа, который мы сегодня делаем, то есть тот, что сегодня лежит в основе нашего макроэкономического прогноза, основанный именно на технологиях Транснет и Скайвей, это экономический рост мировой экономики за ближайшие 10 лет примерно в два раза. Хотя, если вы посмотрите аналитику сегодняшнюю, таких крупных центров, как Pricewaterhouse, как центр McKenzie, они ожидают, ну не говоря уже про наших доморощенных экономистов, такие как Миша Делягин, Миша Хазин, вот они все предрекают сегодня крах мировой экономической системы, и спад на ближайшие 3-5-10 лет, это связано с тем, что система достигла определенного роста предела, и сегодня ей нужны очень серьезные внутренние изменения, для того, чтобы решить те противоречия. Противоречия в мире, конечно, сегодня есть, это глупо отрицать, но по нашему подходу именно технологический рост, именно технологический рывок, именно введение нового ВВП сегодня позволит решить эти проблемы. И если произойдет двойной рост ВВП, соответственно, основную долю в нем, то есть до 50%, это займет все, что связано с рынком услуг, именно транспортных услуг, именно перевозок, и это как раз тот рынок транснета, который сегодня появляется, и именно тот, на котором мы сегодня с вами работаем, и куда мы вас сегодня зовем приходить, именно как участниками проекта, как сначала, кто получает информацию, изучает, а потом уже и партнерами, а потом уже и акционерами. И, соответственно, абсолютно наше четкое утверждение, и я думаю, что с технологической, с экономической точки зрения, здесь есть, конечно, уже научный спор, потому что все, что относится к прогнозу, это всегда экспертные точки зрения. Но Сергей Юрьевич Гвазев возит такое понятие, что ядром технологического клана будут иметь нанотехнологии, биотехнологии, и на более высокий уровень выведенные информационные технологии. Мы нисколько не отрицаем от развития нано- и биотехнологий, но то, что ядром, стержнем и основным будет технология транспорта второго уровня построения сети нового поколения, это однозначно, и нанотехнологии обязательно будут участвовать, но именно как покрытие подвижного состава, как новые виды стали, которые будут давать новые прочностные характеристики, опор путевой структуры, новая электроника и новые информационные технологии. Это все, что сегодня будет связано с управлением этой сети, когда в ней будут находиться сотни, миллионы, миллиарды подвижного состава индивидуальных и, соответственно, все они будут увязаны в единую сеть. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем и то, что мы хотим до вас донести, что старт этого технологического уклада начался, мы сегодня с вами как команда мы в этом участвуем и мы задаем направление этого развития. И дальше, по мере этой работы у нас появилось несколько основных направлений, которые мы сегодня, как инвестиционная группа, мы сконцентрировались и понимаем приоритеты, которые сегодня есть. Естественно, что Skyway, как основа, как центр технологии, естественно, остается это как основа вычислительной техники, микроэлектроники. Там будут, скорее всего, несколько производителей, потому что, как показала вся практика, что не может сегодня капитализироваться, особенно такие рынки, которые исчисляются десятками триллионов долларов в одних руках либо в одной команде, соответственно, каким-то образом это будет распределяться, эта история вся покажет. Даже история Джобса и айфона, который стал родоначальником и запустил систему индивидуального интернета. И то, как вы сегодня видите, что на примере Китая, приведу пример, что сегодня айфонов продано в Китае, это очень интересная цифра, на 10% больше, чем в Америке, это 17 миллионов штук. И при этом айфон находится на пятом месте по продаже всего смартфонов в Китае. Представляете, сколько их там продается и делается сегодня каждый день. Соответственно, Samsung, мой любимый, который я пользуюсь, он находится только на третьем месте. А две первые позиции занимаются чисто китайские компании, которые сегодня просто творят чудеса на рынке производства и рынке интернета. Так вот, друзья, направление, которое мы сегодня выбрали, и вот мы в начале этого года озвучили с Андреем Павратом, новое направление, это сегодня то, что теорию, которую я вам сейчас показал, которая лежит в основе и которая подводит четкое обоснование, почему Transnet сегодня подходит и следом за интернетом идет следующий технологический, как мы называем интернет, наш младший брат технологический. Так вот, шестой уклад, это идет Transnet. И второй вопрос, который сегодня обязательно происходит, он сегодня ставит, это более справедливое распределение ресурсов, которое должно сложиться в шестом технологическом укладе, то есть в сегодняшнем мире, который подошел. И здесь как раз мы сосредоточились и мы сделали такое понятие, вели такое понятие, Андрей Ковратов об этом говорил еще несколько лет назад, это новая экономическая эволюция мира, то есть это вопрос, связанный с более справедливым организацией сегодняшнего устройства и сегодняшнего мира. Потому что сегодня никто со мной не будет отрицать, это глупо сегодня спорить, с тем, что сегодняшнее распределение ресурсов и сегодняшнее распределение активов крайне не расправедливое в мире. Сегодня несколько семей в Америке контролируют практически все ресурсы, не только в Америке, а во всем мире. Сегодня несколько семей в России, это порядка 10-20 кланов, которые сегодня контролируют все ресурсы страны, которые создавались Советским Союзом, которые создавались десятилетиями, сегодня находятся в руках у частных олигархов, которых мы все знаем, ничего против них не имею, но сказать, что это правильная, справедливая система, это так сказать нельзя. Поэтому вообще сама система акционерного капитала подразумевает максимальное его укропнение и максимальное давление на внешнюю среду. Я такой приводил пример постоянно, что в Британии, когда распалась британская перья в 1949 году и создавалась British Petroleum, эта компания, основные месторождения на тот момент были в Брунеи, соответственно они законодательно приняли решение о том, чтобы ограничить пакет акций British Petroleum в одни руки более чем 1,2%. Сделано это было именно для того, чтобы не создавать управление в одних руках. И я могу сказать, за всю историю существования British Petroleum ни разу этот закон нарушен не был, потому что иначе бы эти акции сразу изымались. Так вот, что друзья мы сейчас видим и что бы я хотел обозначить именно в развитии того, что мы дальше видим. Мы стали очень серьезно изучать и смотреть опыт и России, и мирового экономического сообщества, связанных с потребкооперацией с потребительским обществом. И мы пришли к выводу, что сегодня развивать и осваивать новые месторождения, осваивать новые территории, вообще запускать новый технологический уклад надо именно на движении потребительской кооперации. Когда такое понятие идет как не акционерное общество, цель которого получение прибыли, а есть потребительское общество потребкооперации, цель которых удовлетворение потребностей членов этого потребительского общества именно как экономической составляющей. Поэтому мы зарегистрировали, мы создали такую форму как потребительское общество Евразия. Одно из первых его целей и задачи это исходя из технологии скоростного передвижения, то есть транспорта второго уровня, это создание линейных городов. Эта логика послеживается уже 150 лет. Я был свидетелем и участвовал, когда организация объединенных наций через центр Хабитат Анатолию Доварчу Юницкому заказывала именно логику развития линейных городов с точки зрения применения струнных технологий. И есть огромная работа, которая показывает о том, что когда появится с появлением технологий высоких скоростей, дешевого строительства и дешевого перемещения, соответственно логика линейных городов станет ключевой. И мы дальше развивая это направление, особенно еще вы все наверное в курсе этой системы, что эту идею поддержал и выдвинул президент России Владимир Владимирович Путин, когда предложил использовать сегодня неосвоенные земли Сибири и Дальнего Востока как ресурс для развития новых территорий. И как раз мы заявились, и в нашем потребительском обществе сегодня уже порядка 20 тысяч заявок на гектар земли, и соответственно логика здесь одна. Мы выходим с предложением взять в управление потребительскому обществу ту землю, которая сегодня не осваивается, на которой нет инфраструктуры, нет месторождений, и соответственно которая на ближайшие 50-100 лет не может быть освоена. А это, что было понятно, почти 90% сегодняшней территории всей России, потому что у нас 119 миллионов квадратных километров земли, при этом сегодня в активной эксплуатации не более 1,5%. Соответственно той земли, которая сегодня может быть использована как инвестиционный ресурс, сегодня предостаточно. Естественно, что мы это понимаем, что накладывать это можно только на технологию транспорта, только на технологию скоростного дешевого строительства и перемещения, и поэтому мы увязали несколько задач, которые необходимо сегодня решать, и которые мы перед собой ставим как следующие шаги развития. То есть это сегодня организация и финансирование системы создания технологии, которая позволит быстро, дешево перемещаться и соответственно осваивать территорию. И второй момент, это строительство вот такой логики нового расселения, это линейные города на тех землях, которые сегодня государство может выдавать как инвестиционный ресурс. Естественно, это нельзя не привязывать, потому что много задают вопросов, за счет чего будут эти жить города, за счет чего они будут развиваться. Естественно, это нельзя не привязывать к логике продажи ресурсов, которые сегодня экономика не может востребовать. Это сибирский космический холод и сибирская вода. Это целая серия озер, начиная от Телецкого озера в Алтайском крае, озера в Тыве, Байкал, знаменитое озеро, это Таймыр, огромнейшее озеро. То есть сегодня у нас есть сотни. Это сеть озер, которые могут сегодня дать огромное количество ресурса, который сегодня востребован мировой экономикой, востребован сегодня Китай, Индия, Малайзия. Они недополучают сегодня питьевую воду, потому что у них нет этого ресурса. И второе, у нас есть уникальное условие именно в стране, что вода это единственный известный в природе конденсатор холода. И соответственно, мы можем огромное количество энергии сегодня получать именно как космический холод. Для примера я всегда привожу пример, что теплоемкость тонны льда при минус 20 градусах 8 раз больше, чем теплоемкость тонны железа. То есть, когда тонна льда растает, она выделит энергии, одной восьмой которой достаточно, чтобы расплавить тонну железа. Это чтобы вы понимали, какой колоссальный это ресурс. И как раз сегодня это то ядро шестого технологического уклада, или как мы называем взрывного роста евразийского пространства, которое сегодня может обеспечить именно новую технологию, новый технологический уклад. И мы как команда как раз в этом направлении работаем. И еще не могу сказать об одном направлении, то есть, чтобы четко вы понимали, что задачи, которые мы ставим, они комплексные, они увязанные. И первое, это естественно более справедливое построение того общества и экономики, которая будет в 10 раз мощнее, чем сегодняшняя экономика. Чтобы опять те ресурсы, которые будут создаваться, опять не перешли в распределение, опять очень ограниченной кучки людей, которая опять будет распоряжаться по своему усмотрению. Вот для этого мы считаем, что и развивать освоение территории, и развивать такие месторождения необходимо через потребительское общество. Мы сейчас делаем для этого, создали и запускаем потребительское общество Евразия. Это будет, наверное, еще ряд таких направлений. Но потребка операции на сегодняшний момент, на наш взгляд, это крайне важная и крайне востребованная вещь, которую мы сегодня должны запускать и делать. Это одна из целей и задачей, которую мы сегодня ставим, запускаем. И как раз капитализация и экономическая выгода от того, что вы сегодня приходите участником в проект, это помимо западной защиты, то есть по западному законодательству, когда вы защищаете через акции, это естественный процесс, и его ни в коем случае игнорировать нельзя. Но вторую систему защиты, которую мы сегодня выстраиваем именно на российском и евразийском пространстве, это боевой вклад в потребительское общество, который точно так же будет защищать ваши инвестиции и ваш семейный капитал от того, чтобы на него мог кто-то посягать, кто-то что с ним мог сделать. Я могу сказать, что защита, именно юридическая защита, Андрей еще об этом обязательно скажет, и Александр Минко у нас на эту тему часто выступает и очень профессионально говорит, но он сегодня проводит у нас большую встречу в Жуковском и из-за плохого интернета не сможет участвовать. И как раз они очень четко показывают, что вся юридическая база и защита, которую дает потребительское общество, именно нам всем, как участникам проекта, как инвесторам, акционерам, она намного выше, чем законодательство об акционерах и в России, и за рубежом. А с учетом того очень непростой геополитической ситуации и очень непростой конфликтной ситуации, которая сегодня сложна в российском пространстве с внешним миром, мы считаем, что основное наше направление, приоритет, это работа в России и на евразийском пространстве, и, соответственно, его развитие. И второй момент, это развитие потребительского общества Евразия, цель которой это именно удовлетворение тех потребностей пайщиков, которые сегодня вошли в этот вопрос. Соответственно, еще один вопрос очень важный, который мы сегодня решаем, что ту землю, которую мы сейчас оформляем через губернаторов, именно те, кто распоряжаются землей на своей территории, это, я уже говорил, республика Тыва, это Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Бурятия, Иркутский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, соответственно, все эти сегодня, с кем мы ведем переговоры, они сразу, единственное условие, которое ставится, это передача земли потребительское общество для ее развития и, соответственно, распределение между пайщиками по тому вкладу, который он делает. И здесь нам очень задают вопросы, очень много, я сразу на него отвечаю, особенно для тех 21 сегодня участников, которые находятся в разных странах, очень задавали много вопросов. По закону Российской Федерации невозможно, чтобы иностранцы участвовали в проекте «Один гектар земли». Так вот, друзья, мы проработали юридически, мы можем сказать сегодня, что через потребительское общество, если вы являетесь пайщиком нашего общества и являетесь его участником, а это законодательством не запрещено, для этого вам надо поддерживать устав и платить членские взносы. Соответственно, вы можете стать и вы можете получить как наполнение своего паевого взноса ту землю, которой распоряжается потребительское общество. Поэтому мы сейчас, хотя наши некоторые законодатели, как я их называю, горе-законодатели, потому что президент выступил с инициативой использовать землю, неосвоимую как ресурс, а сейчас готовится ряд законов уже в развитии этой инициативы. Так вот, от «Справедливой» или так называемой «Справедливой России» внесли законопроект о том, что ограничить 30 лет проживания на территории, имеющей заслуги перед Отечеством и так далее. Другими словами, ветеранам труда выдать эту землю на то, чтобы они на пенсии знали, что у них есть гектар земли где-нибудь под Благовещенском или в Республике Тыва. Понимаете, насколько можно извратить любую здравую, очень четкую идею до того, что она становится просто абсурдной, потому что зачем сегодня ветерану труда, который 30 лет отработал, сегодня гектар земли на Дальнем Востоке, чтобы он поехал там и лес рубил или тюлени выращивал, то есть это абсолютный бред. Так вот, друзья, ту задачу, которую мы сегодня ставим как инвестиционная группа, это превратить эту землю в ресурс, и она как раз должна стать вашим семейным активом, тоже много задают вопросов, обязательно ли туда переезжать, обязательно ли его использовать, нет, друзья, эта земля и этот проект будет использоваться именно как инвестиционный ресурс. И когда там будет построен линейный город, тогда вы можете для себя принять решение, либо переехать туда жить, если вам это нравится, либо использовать ее как экономический механизм, смены, продажи и так далее, но, друзья, это все можно будет сделать только тогда, когда этот проект заработает. И, как я уже сказал, основные направления, которые мы для себя сейчас определили, это развитие транспортных технологий, это инвестирование через фонд прямых инвестиций в Skyway Invest Group, соответственно, в технологию Skyway и покупка акций головной компании, как обеспечение тех обязательств, которые мы берем перед своими акционерами. Второе, это создание и разработка идеологии линейного города, привязки его к продажу сибирского холода и сибирской воды. Соответственно, мы выступаем инициаторами, и дальше это направление пойдет только в единственное сегодня возможное направление, это ГЧП, государственно-частное партнерство, где именно как частный механизм взаимодействия будет выступать потребительское общество, а со стороны государства мы сейчас ведем переговоры с губернаторами, и в дальнейшем, конечно, это будет более высокий уровень властей. Поэтому только государственно-частное партнерство, мы видим реализацию такого проекта, как экспортизация. Соответственно, сегодня уже ведутся переговоры с конкретными потребителями для того, чтобы продвигать этот проект. И еще одно очень серьезное направление, без которого нельзя вообще говорить о развитии шестого технологического уклада и проекта Skyway и Transnet, это освоение северных и редкоземельных месторождений, которые дадут абсолютно новое качество металла, абсолютно новое качество путевой структуры, абсолютно новое качество корпусов для подвижного состава. Это все редкоземельные металлы, монопольным обладателем, который является Россией, но их невозможно осваивать, потому что нет технологий сегодня, которые могут прийти в северные территории и освоить эти месторождения. Соответственно, это тоже для нас сегодня приоритет. Мы тоже готовим запуск такого очень серьезного проекта. Естественно, что он может идти только в увязке с государственными структурами, он может идти только по государственно-частному партнерству. И мы как раз, друзья, создаем механизм для этого государственно-частного партнерства и как раз предлагаем потребительскому обществу Евразии выступить именно как серьезной стороной для того, чтобы... Да, Игорь, я очень хорошо понимаю, у меня осталось 5 секунд. Поэтому, друзья, я очень рад, что вы подсоединились к нашей программе, что вы получаете информацию о том, что мы с вами как делаем. Нас сегодня в общей сложности уже приближается к 100 тысячам человек. Это если взять акционеров нашего фонда, непосредственно Rail Skyway, непосредственно фондов, которые тоже сегодня работают. То есть это довольно-таки большая сила, которая сегодня участвует. Поэтому, друзья, будем дальше двигаться, будем развиваться. И, соответственно, за нашим основным лозунгом, который прошел весь этот год, это «строй Skyway, спасай Россию». Сегодня мы четко ставим перед собой цель, что, друзья, мы объединяем мир. И наша команда как раз сегодня говорит о том, что Transnet – это та система, которая в ближайшее время выступит именно за объединение мира. Поэтому мы для себя взяли такой лозунг, что мы объединяем мир, это и есть Transnet Group, которую мы сегодня дальше будем развивать и дальше как именно инвестиционную группу, инвестиционную команду дальше позиционировать для продвижения целого ряда проектов, которые станут ядром и основой шестого технологического уклада и экономических изменений, которые нас все ждут. Все, Игорь, я закончил. Большое спасибо. Если дальше будут вопросы, я готов на них отвечать. Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое за информацию. По вопросам, я думаю, у нас в конце будет время, и мы их объявим. А дальше ты передаешь слово или мне передать слово о том, что в следующем выступает мой большой друг, партнер, и я считаю, что всем повезло, что мы работаем в единой команде, Андрей Федорович Ховратов. Да, это хорошо. Я пару слов все равно скажу, Сергей, правильно. Прежде чем слово предоставить, Андрей Ховратов, руководитель, нашего проекта, я бы хотел на него немножко сказать, друзья мои, в современном мире, в сегодняшнем современном мире, современный человек, я так считаю, он, который заинтересован в получении качества своей жизни, семьи своей и так далее, он ищет какие-то идеи, да. Когда он находит идею интересную, о чем сейчас, кстати, очень хорошо говорил, Сергей Сибирьков, вот есть идея, да. Это нужен человек, за которым идут люди, да, идея плюс человек. Так вот, я вам хочу сказать, что Андрей Ховратов является именно тем человеком, за которым идут десятки и десятки тысяч людей. И мне очень нравится, что они не просто идут именно за ним, они идут и за его мечтой, за его видением определенным. А ни для кого сегодня не секрет, что самые преуспевающие люди в мире сегодня, это те, кто нестандартно мыслит. Так вот, у нас наш руководитель, наш директор проекта нашего SkyWMIS группа, Андрей Ховратов, именно таким человеком и является. Поэтому мы за ним и идем, и я хочу его слово сейчас предоставить буквально, и будьте внимательны. Андрей. Приветствую, дорогие друзья. Благодарю, Игорь. Благодарю, Сергей. Меня слышно нормально? Да, хорошо. Да, да, Андрей. Я благодарю за то, что такое было выступление, и продолжение выступления Сергея. Хочу сказать, о чем я буду говорить. То есть, мы поговорим, я хочу затронуть тему коммерческое или кооперативное развитие, в чем выгода потребителя, именно потребителя. Потому что сегодня потребительский класс, можно так сказать, обыкновенные люди, разницы нет. Это студенты, дети, предприниматели, работающие, труженики, служащие или бизнесмены, или инвесторы. У всех коммерческий склад ума, а потребительская кооперация – это немножко другой склад ума. И я сейчас покажу разницу некоторую, но хотелось бы донести, я в ближайшее время буду записывать видеокурсы по потребительской кооперации, показывать, в чем же выгода именно потребка операции для простого человека. Не просто там для предпринимателя, для бизнесмена, для инвестора, а именно для человека. Дальше, кооперативное предпринимательство. Мы с вами рассмотрим, опять же, разницу именно коммерческое предпринимательство и кооперативное предпринимательство. Протребительское общество Евразии, Сергей уже хорошо сказал, я только покажу слайд. И перспективы для частного инвестора, который хотел бы, скажем, сделать вклады в те проекты, которые дадут ему в ближайшие 3-5 лет очень большую капитализацию. То есть большой прирост его капитала, то бишь выгоды. Итак, дорогие друзья, давайте с вами посмотрим, в чем же разница. Ну, может быть, здесь люди собрались для того, чтобы получить, ну, к примеру, больше информации о Skyway, больше информации о направлении, когда, ну, там я читал вопросы, мы ответим на вопросы, да, когда быстрее реализуется и так далее, и так далее. Почему я сейчас показываю именно этот слайд и хотел бы донести до вас эту тему. Дорогие друзья, дело в том, что Skyway и струнные транспортные системы второго уровня, это новизна. Как сказал Сергей Сибиряков, это шестой технологический уклад. И если мы будем его делать по старой системе, которая была у нас в 20 веке, либо конец 20 века, то ничего у нас не выйдет. И люди, которые должны стать совладельцами данного направления и совладельцами других подобных направлений, они должны обладать мышлением как инвестиционной грамотности, так и потребительского способа мышления, именно потребкой операции. Итак, давайте с вами посмотрим очень интересный момент. Берем, рассматриваем коммерческое развитие. Без разницы кто, труженик, предприниматель, бизнесмен или инвестор. Он работает для того и зарабатывает деньги, чтобы получить выгоду. В чем выражается выгода? То есть он получает деньги, за эти деньги он хочет получить высокий уровень жизни. То есть достаток, в котором будет достаточно денег на все. Жилье, которое будет устраивать, комфортное жилье. Желательно с более низкой платой за коммунальные услуги, либо вообще бесплатные, можно сказать, коммунальные услуги. Получить энергию возобновляющую. Далее, иметь автомобиль для того, чтобы передвигаться, путешествовать. Достойное образование детей и обеспеченная пенсия. Вот это выгода, ради этого работает человек. Но что происходит, когда человек попадает в эту систему коммерческого развития? И что мы видим? Реально, да? Человек не получил еще зарплату, труженик, а он должен заплатить уже налоги. Он еще не получил на руки деньги, которые он заработал, но налоги от него отстегнули. Предприниматель, еще не начав работать, он уже должен получить разрешение. Инвестор или бизнесмен, который хочет заняться какой-либо деятельностью, и она лицензируется, им нужно получить лицензию, ждать несколько месяцев, а может быть даже и лет, и постоянный проверку. Если человек еще занимается какими-либо направлениями, где у него находятся средства, можно так сказать, тех людей, которые хотели бы участвовать в его проекте, как дольщики, то есть для его участия в бизнесе, то здесь будут постоянные проверки. И что самое интересное на сегодняшний день в мире происходит, особенно последние три года назад, с кем я не общаюсь в финансовом секторе, в инвестиционном секторе, говорит Андрей, это вот последняя встреча у нас была в ноябре месяце, был финансовый форум в Латвии, в Риге, устраивал один банк. Так вот, говорили многие предприниматели, которые работают в финансовом инвестиционном секторе, говорят, это вообще просто с ума сойти. Есть так называемый финмониторинг, я называю, это так называемая инквизиция, финансовая инквизиция от Международного валютного фонда, которые, как только ты не играешь по тем правилам, которые они тебе установили, они якобы защищают права вкладчиков, инвесторов, на самом деле никто никакие там права не защищает, потому что когда в Америке дефолт не произошел в 1998 году, они поимели практически 70% пенсионеров, они поимели всех, кого можно было только поиметь, и никакой ответственности за это они не имели, друзья. Точно так же в мировой экономике. Но зато они устанавливают такие правила, чтобы не финансировались определенные направления. И вот если человек мыслит вот этими коммерческими мерками, а это, к сожалению, дети сегодня уже мыслят этими мерками, то мы попадаем тогда в состояние коммерческого развития 20 века, прогресса нам не видать. Если же, естественно, реализовать проект Skyway будет гораздо сложнее, вообще все ноу-хау будут гораздо сложнее. И давайте посмотрим с вами, чем же отличается кооперативное развитие. Оно отличается тем, дорогие друзья, что труженик, предприниматель, бизнесмен или инвестор, он получает сначала выгоды, он может получить через определенные системы паёв, паевого взноса, возврата паевого взноса, он может получить выгоды, то есть высокий уровень жизни. Это и достаток, и жилье, и автомобили, путешествия, и достойное образование. И когда у него появляется коммерческий мотив, ну, предположим, он получил дом, скажем так, да, если в системе кооперации, можно так сделать, что он живет в своем собственном доме. Но за это, за это, ему не нужно будет, вот для того, чтобы в коммерческом развитии купить дом, сначала заплати налоги, а потом ты купишь себе жилье. В кооперативном развитии ты можешь уже жить в доме, ездить на автомобиле, путешествовать. И вот если ты уже решил продать этот дом, либо продать акции, к примеру, которые ты инвестировал, скажем, сделал вклад через боевой взнос, через какую-то целевую программу, допустим, тот же Skyway, да, и ты, акции твои выросли в цене, и ты, допустим, сделал вклад в размере, допустим, там, 100 фунтов, ну, или там, допустим, 10 тысяч рублей, или там, 100 тысяч рублей, а эти акции выросли у тебя в цене, там, через какое-то время на определенное количество, и когда ты их будешь продавать, конечно же, ты должен заплатить налог. Но тоже есть очень интересный момент. Если тебе, предположим, необходим, ну, к примеру, жилье, либо автомобиль, ты через систему потребкооперации можешь эти акции внести как боевой взнос, а возврат боевого взноса в виде автомобиля, а этому, кто продает автомобили, ему захотелось акции, допустим, компании Skyway, и так далее, и так далее. Это, дорогие друзья, означает о том, что как только появляется коммерческий мотив, вот только тогда ты платишь налоги как потребитель. Более того, так как, вот в чем коренное отличие, Сергей уже сказал, я еще раз хочу подчеркнуть, если компания открывается, коммерческая, любая коммерческая компания, ООО, частное предприятие, ЛТД в английском законодательстве, в европейском законодательстве, либо там ЗАО, закрытое акционерное общество, либо открытое акционерное общество, оно без разницы, любое коммерческое предприятие, оно основано, его главная цель – это получение прибыли, то есть оно работает для получения прибыли, как таковой. Если ты вдруг не платишь прибыль, и можно на основании законов уходить, скажем так, минимизировать налоговую базу и больше и больше расширять, скажем, свой бизнес, вкладываться больше в бизнес для того, чтобы развивать свой бизнес, расширять свой бизнес, это нормально. Но потом ты начинаешь платить, ну просто немеренные налоги, если вдруг ты не платишь какие-то налоги, даже все у тебя красиво, все у тебя законно, то приходят к тебе органы и говорят, слушай, ты не платишь налоги, а ну-ка быстренько заплати налоги. В кооперативном же развитии, дорогие друзья, система кооперации построена на том, что человек, не человек, а общество создается с целью удовлетворения потребностей пащиков, дорогие друзья. И в первую очередь это некоммерческий проект. То есть посмотрите, в чем особенность. Выгоды получает пащик такие же, как и в коммерческом развитии, но это некоммерческий проект. И вот здесь, конечно, тяжело переломить суть, и мы сейчас для многих руководителей вводим такое понятие, как обучение потребкой операции, для того, чтобы вести разъяснительную работу не только предпринимательскому классу, но еще и людям. Посмотрите, какая же выгода человеку на простом примере булки хлеба. Предположим, вы клиент булки хлеба. Что происходит в коммерческом развитии? То есть фермер или агрофирма, он выращивает пшеницу, он вырастил пшеницу, он продал мельницы, естественно, он заплатил налоги. Мельница сделала муку, она продала муку у хлебозавода, а мы заплатили налоги. На каждом этапе идет налог. Налог на добавленную стоимость, естественно, потом там налог на прибыль и так далее. Магазин, он приобрел у хлебозавода, скажем, хлеб, он накрутил определенный процент, он заплатил налог на добавленную стоимость. Кстати, хочу вам, дорогие друзья, сказать, когда я начинал заниматься кооперативным движением еще в 86-м году, у меня тогда была индивидуальная трудовая деятельность, у меня знакомый открывал кооператив, кооперативное кафе, потом кооперативные дома начали строить и так далее. Так вот, дорогие друзья, в чем особенность? Особенность заключается в том, что тогда НДСа не было. НДСа не было до 89-го года, если не ошибаюсь, или до 99-го. А потом, да, до 89-го, кажется. А потом, когда Горбачев в Америку съездил, после этого у нас быстренько ввели НДС 20%, налог на добавленную стоимость, и я просто обалдел. Или 90-й год это был, или 90-й, нет, кажется, 90-й или 89-й год. Так вот, я просто обалдел. Когда не было НДС, развитие и шло просто сумасшедшее. У нас тогда кооперативное движение и шло просто сумасшедшим образом. И появлялись, скажем, новые направления, новые предприниматели и так далее, и так далее. Так вот, на примере булки хлеба мы видим, что здесь налоги увеличиваются, но, скажем, за счет налогов идет увеличение стоимости продукции и самой себестоимости в разы. И вы сейчас увидите, насколько в разы. Давайте представим теперь, что есть потребительское общество, и клиент этой же булки хлеба, он является пайщиком, и он вносит как поевой взнос в виде денег, а возврат по его взнос в виде булки хлеба. Магазин вносит как поевой взнос булку хлеба, а возврат по его взнос в виде денег. Тогда хлебозавод вносит как поевой взнос, скажем, булку хлеба, а магазин получает как возврат по его взнос в виде денег. Мельница вносит как поевой взнос и возврат именно муку в виде денег. Фермер либо агрофирма по его взнос в виде своей продукции и возврат в виде денег. Какая выгода для нас с вами? Вот на примере булки хлеба она бы стоила в 3-5 раз. Если посчитать еще нефтепродукты участвуют здесь, и перевозка, и производство некоторое, которое механизмы делают на каждом этапе производства, а везде есть налоги, 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 то здесь, если подсоединить еще общую вот эту вот сеть и этих производителей, и этих перевозчиков, и производителей нефти и того же бензина, либо электромобили, это может удешевить булку хлеба как минимум в 10 раз. Как минимум, дорогие друзья. Хочу вам задать вопрос. Выгодно ли вам пользоваться товарами? Выгодно ли вам пользоваться услугами, которые будут гораздо дешевле? Выгодно ли вам будут приобретать, скажем, или иметь в своем пользовании жилье, которое будет не 2000 долларов квадратный метр, а может быть максимум 100 долларов квадратный метр, а может быть вообще 50 долларов квадратный метр? Выгодно ли вам будет приезжать, к примеру, с Владивостока в Санкт-Петербург, Петербург, захотели путешествовать в течение суток, проехались по всей России или с Лондона до Владивостока, или вообще до Токио в Японию, в течение 32 часов у тебя есть интернет и тебе это всего обойдется максимум 200-300 долларов, а может быть еще дешевле. Конечно же нам, как потребителям, в первую очередь это выгодно. Как сказал Сергей Сибиряков, дорогие друзья, что именно потребительское общество Евразии, мы создали это общество именно с этой целью, что мы хотим, чтобы был новый жизнеуплад общественной жизни и потребить, каким мы видим дальнейшее взаимодействие. Вот что происходит на сегодняшний день сейчас в мире. Есть денежные мешки несколько олигархов, которые говорят, к примеру, почему Анатолий Дарвич Юницкий в свое время не мог реализовать технологию свою, почему сейчас, я уверен, что он ее реализует, потому что олигарх говорил, у меня есть деньги, ваша технология ничего не стоит, пока я не дам вам деньги. Естественно, разработчик это не устраивает, я очень рад тому, что в свое время Анатолий Дарвич не повелся на какие-либо интересные предложения, где у него был бы один хозяин, а он бы потом работал на зарплату. Это очень здорово. Сегодня огромное количество разработок, дорогие друзья, которые помогают, скажем, сегодня могут помочь человеку и с помощью потребкооперации и еще интернет-технологиям, эта технология может быть очень быстро внедрена. Так вот, дорогие друзья, естественно, неправильный тот подход, что разработчик может сказать, вот у меня есть технология, я крутой такой вообще парень, а вы мне плывайте платить деньги. Это тоже неправильно. Должно быть 50 на 50, должна быть такая сильная вещь, при которой потребители, мы как потребители краудинвестинга, то есть народного финансирования, народного вклада, народного инвестирования по целевым программам, мы готовы реализовать этот проект, но мы хотим, чтобы и разработчик, он тоже был достойным, чтобы он понимал, что мы партнеры полноправны, потому что у него нет денег, а у нас есть деньги. Мы эти деньги даем и тогда, пожалуйста, должна быть определенная отчетность, должно быть определенное направление, скажем, взаимодействия со своими вкладчиками и так далее. И вот, дорогие друзья, мы предвидим, что потребительские общества будут формировать технологический прорыв, и, естественно, это будет равно прогресс, прогресс в финансовом направлении, прогресс в экономическом направлении, потому что к шестому технологическому укладу мы не подойдем, если потребительские общества, то есть мы потребители, не скажем, что нам это нужно. Именно поэтому мы проводим сегодня и социологические исследования. У нас есть некоторые социологические исследования, которые мы проводим и в онлайне, и в оффлайне. И сегодня у нас открылся полцентр, который работает именно в этом направлении, работая с первичным рынком, где обзванивают людей и спрашивают, хотели бы вы получить один гектарь земли, а хотели бы вы задать вопросы. И те люди, которые готовы участвовать, мы потом даем очень интересные подарки и эксклюзивные предложения. Так вот, вы уже видели этот слайд, я повторюсь, главная цель по Евразии – удовлетворение потребностей пайщиков. Это главная цель любого потребительского общества – удовлетворение потребностей пайщиков. Мы же ставим приоритетно для себя, какие удовлетворения? Это чтобы наш пайщик жил в процветании, в достатке, в комфортных условиях, иметь постоянную выгоду, жить в прекрасных местах, передвигаться на больших скоростях, как индивидуально, так и общественно. Путешествие без границ, великолепное обеспеченное будущее. И здесь мы видим такой момент, что будущее обеспеченное может быть тогда, когда богатые люди будут очень заинтересованы в том, чтобы не было бедных людей, чтобы люди богатые становились богатыми, а богатые еще богаче. Вот этот уклад, новый жизнеуклад, хотим мы не хотим, он приходит к нам вместе с шестым технологическим укладом, как новая экономическая эволюция мира, дорогие друзья. И вот, если опять же говорить о ПО Евразии, то мы, какие направления сегодня уже развиваем и будем развивать ближайшие направления, которые нам очень интересны для нового жизнеуклада. Это транспортные системы второго уровня, это, естественно, строительство линейных городов, родовых поместьев, восполняющие энергии. То есть представьте себе, вот сегодня есть технологии, когда ты можешь, вот у меня Михаил Ширинкин, один из наших руководителей направления очень интересного сегодня, он как служба поддержки, но еще и направление развития именно агро-агронаправления. Так вот, дорогие друзья, показывал мне на Алтае земли, да. Так вот, сегодня с восполняющей энергией существуют такие технологии, где ты построил себе дом, к примеру, на Алтае. Тебе не нужно электроэнергию тянуть, ты сделал, если это Сибирь, Дальний Восток, значит, можно из недр земли делать сразу же электроэнергию и она будет отапливать твой дом. А если это солнечные места, допустим, тропики, субтропики, где есть солнце, это можно те же солнечные батареи, но это все гораздо-гораздо дешевле. Вы один раз, скажем, сделали это и вам не нужно потом платить ежемесячно, еженедельно, у вас кто-то отключил свет, кто-то отключил газ. Та же канализационная система сегодня существует. Сегодня существуют технологии, где из мусора может преобразовываться энергия кондиционирования, энергия тепла, энергия нагрева воды и так далее, и так далее. Далее, плавающие эстетические города, сегодня уже существуют проекты подводных сферических городов, плавающих городов, вот здесь интересная такая фотография, это в первую очередь направленность на экотехнологии, чтобы наши родовые поместья, линейные города, которые мы хотим, чтобы они были, они были именно связаны с экотехнологией, потому что вот этот индустриальный 20 век, он напрочь убил экологию Земли, и наша задача с вами, это сегодня дать нашей матушке Земле, скажем, такую возможность, чтобы она могла сама очиститься, потому что наша Земля, как планета, как и человеческий организм, если ему дать все, что нужно, он будет сам само очищаться, восстанавливаться, повышать иммунитет и так далее, и так далее. Только нужно помогать немножко нашей, как говорится, матушке Земле. Естественно, это направление эко-смарт-технологии, эко-строительства, применяя роботосистемы, потому что сегодня уже, дорогие друзья и кто смотрел фильм проектов Венера, огромное количество роботосистем, вот ну простой пример приведу, Сергей Сибиряков говорил, что есть один из разработчиков, который делает робот, он посмотрел наш проект и сказал, что я сделаю вам два или три робота, которые будут вам, скажем, делать ваш рельс со скоростью 200 метров, если не ошибаюсь, либо в минуту, либо за пять минут, вот Сергей Сибиряков повторится еще, да, это будет делать роботосистемы, как мы сделаем 10-15 миллионов километров дорог за ближайшие 15-20 лет именно с помощью роботосистем, чьи же роботосистемы могут строить сегодня через 3D принтеры жилища, сегодня это уже есть технологии, они доказаны уже, они существуют, но их невозможно не применить, потому что в современном мире, где существует коммерческий интерес, дорогие друзья, там невозможно это получить, никому не выгодно что-то было, чтобы было дешевле, хотя мы, как потребители, потом потребляем электроэнергию и потребляем те машины, которые нам продают, даже тот автомобиль Тесла в 10 тысяч долларов, да не стоит он найти денег, максимум красная цена должна быть 10 тысяч долларов, если, а то и то меньше, да, но тем не менее, люди покупают, тем не менее и существует коммерческий интерес, вот когда начнет постепенно общество переходить в потребительское кооперацию, в потребительское мышление, дорогие друзья, мы сможем это с вами все получить, и я очень рад тому, что в России именно принят этот закон по получению одного гектара земли, ни в одной стране мира пока еще это нет, Россия сегодня претендует, вы знаете, у меня даже вот Сергей Сибиряков говорил, вы знаете, ну не хотят, скажем, россияне переезжать, ну без проблем, я был в Индии, там миллиард двести человек живет, и с помощью потребкой операции они смогут приезжать, работать у нас, смогут получать постепенно гражданство, да, и таким образом, знаете, как индусы говорят, русские это старший брат, они любят очень русских, потому что в свое время, когда Англия не хотела выходить, уходить из Индии, именно Советский Союз в лице тогда Никиты Хрущева, кажется, сказал, ребята, либо наши индусы это наши братья, да, мы за ней заступимся, именно Советский Союз повлиял на то, чтобы именно англичане вышли из Индии, да, и поэтому они нас уважают, поэтому, ну не хотят россияне, значит, можно подключать другие братские такие, скажем, страны, которые нас ценят и уважают, но тем не менее, мы можем сделать с помощью потребкой операции, дорогие друзья, абсолютно введение новых технологий, новых городов, где в наших линейных городах, я уверен, в ближайшие там 10-15 лет, скажем, капитализация вложенных средств будет намного выше, чем вы видели Джобса, Алибабы, Майкрософта и так далее. А второй момент, это чистая вода и продукты питания, не второй момент, а один из важнейших, и сегодня мы разрабатываем программу сибирского холода, дорогие друзья, ведем переговоры на эту тему, но, естественно, эта технология может быть только тогда введена, когда будут дороги второго уровня, и мы над этим очень активно работаем для того, чтобы как можно быстрее внедрить эту технологию, естественно, в жизнь. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, что потребительское мышление нужно развивать в себе, нужно нести в массы другим вашим знакомым. Вот задайте вопрос своим знакомым, 10-ти людям, ты хотел бы, вот то, что я перевел, да, сегодня уже говорил, лучше жить, лучше путешествовать, жить в достатке, чтобы твой уровень жизни только вырос, у тебя были выгоды очень большие, и при этом, при этом, ты бы жил в радости, гармонии, счастье и занимался любимым делом. Я вам скажу, огромное количество людей скажут, что да, они хотели бы. Вот именно потребка операции, потребительские общества, они могут именно помочь каждому человеку и нам в том числе, всем реализовать эти проекты, о которых я сейчас только рассказал. Поэтому, дорогие друзья, вот чтобы еще детально посмотреть при новой экономической эволюции мира, примеры долевого участия, почему это намного выгоднее именно все направления предпринимательства переводить именно в потребительскую кооперацию. Посмотрите, есть какой-то работающий бизнес, для расширения бизнеса с целью получения прибыли, что делает, либо идет к крупному инвестору, либо идет в банк. Но либо банк, либо крупные инвесторы, они могут красиво развести и забрать бизнес. Сегодня новости смотрел по России с РТР. Так вот, оказывается, огромное количество россиян, которые сегодня от своей зарплаты платят 70% на кредиты. Дорогие друзья, представляете, это 70%, хотя, по сути, не более 35%, а мы, как академия частного инвестора, рекомендуем, если ты залазишь в кредиты, от своего дохода, опять же, пассивного дохода, мы обучаем людей, ты можешь 20% чтобы от твоего пассивного дохода в месяц ты мог платить. Но сегодня 70%, а огромное количество россиян, они, к сожалению, не сказали, какой процент, но я думаю, что на процентов 30-40 россиян, они платят 70% от своего дохода на прошение кредит. Знаете, как это называется? Называется уже рабство. Финансовое только рабство. Потому что, когда ты начинаешь платить более 50% от того, что ты зарабатываешь, тебе уже работать не хочется. И как рабы в Америке, когда была борьба с рабством, они ломали инструменты, они не хотели работать. И это, естественно, на экономику очень сильно отражается. Поэтому, дорогие друзья, если бы это было в потребкой операции, этого бы не существовало. И вот если инвестор, к примеру, обращается через программу народного финансирования, через целевую программу потребительское общество, и это же потребительское общество является потребителем, предприниматель гарантированно уходит от конкуренции, давая часть прибыли кому? Пайщику. То есть, пайщик может быть и потребителем, и вкладчиком того направления, который он хотел бы, ну, инвестором того направления, который он хотел бы, чтобы это развивалось, дорогие друзья. Естественно, тот процент пропорционально вложенным средством в бизнес направлении. Это один из таких небольших примеров. Еще один из примеров, да, существуют целевые программы народного финансирования краудинвестия. Через независимый орган контроля организаций, инвестиционных процессов, краудинвестиевая платформа можно финансировать любые направления. И это в потребкой операции очень сильно отражено, что любой сектор, научно-производственный, сельскохозяйственный, строительный, сектор недвижимости, образовательный сектор, сектор обслуживания. То есть, любое направление через прямые инвестиции, именно в целевые программы появляется возможность именно по потребкой операции инвестировать. И здесь выгода именно для пайщика, для потребителя гораздо выше, чем через инвестиционные фонды, либо через инвестиционные направления. И вот, дорогие друзья, если взять опять же целевую программу именно в жилищно-транспортном секторе, то есть целевые программы, это называется потребительском обществе, народное инвестирование, это обыденное такое русское слово, краудинвестинг, это такое английское переводится, краудинвестинг. Так вот, участие в строительстве высокоскоростной транспортной системы второго уровня и нового жилья 250 метров квадратных, возможно быть пайщиком, акционером, получать дивиденды после запуска проекта и участие в росте компании, в росте вашей доли и продаже части доли после IPO. Так как данный вид транспорта, дорогие друзья, и дешевое жилье необходимо 80% населения, это значит постоянный рост акций и дивидендов вашей выгоды. То есть вы реально получаете выгоду, потому что ваша акция, то есть ваша доля в компании, она может расти с расширением рынка и ваша доходность, именно как дивиденды потом, тоже могут расти. Естественно, потом, конечно же, нужно будет платить налоги, когда вы получаете коммерческий интерес, дорогие друзья. От этого никуда не уйти. Так вот, дорогие друзья, сегодня, именно как с вас есть прикол, мы как ProEvrazia и Transnet Group, сегодня открыты уже три компании, RusTransnet, Global Transnet UK в Англии и УкрТранснет в Украине, RusTransnet в России. Мы сегодня уже предварительно заключили протоколы намерений именно участия в адресных проектах и инициирования адресных проектов в России, в Украине и в Европе. И огромная наша большая цель, вот в конце этого месяца у нас появится уже сайт по Евразии и любой желающий сможет в личном кабинете поставить галочку, подписать потом заявление и стать пайщиком. И вы сможете увидеть так называемый Transnet Group, портал Transnet Group, который будет предлагать вам уникальные возможности, которых, ну скажем, я сразу хочу сказать, что в интернете подобного еще никогда не было и вообще в оффлайне подобных предложений никогда еще не было. Поэтому дождитесь до 20-го числа для того, чтобы понять, какие направления и какие возможности вас ожидают в ближайшие, допустим, 3-4-5 месяцев. И, дорогие друзья, хочу напомнить, что, ну об этом скажет еще Игорь Хальзов, но я хочу сказать, что у нас будет первая годовщина с КВ Инвест Групп Эвенти и с 10 по 12 октября мы будем встречаться с теми людьми, которые приедут в Москву, потому что мы планируем, что нас будет от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Это будут наши уже пайщики, инвесторы, те люди, которыми будем подводить итоги за год, будем планировать следующие три года. То есть очень интересная будет встреча. Я хочу всех пригласить вас, естественно, стать участником наших целевых программ и хочу сказать, что, дорогие друзья, ваше будущее только в ваших руках. Благодарю, Игорь. Я, кажется, уложился в выделенное мне время. И чуть позже будут вопросы и ответы. Алло, Игорь? Игорь Хальзов? Или мне представить следующего человека? Не слышно тебя? Сейчас. Все, все, слышно. Я заслушался. Нажимать начал бешеные все кнопки и пока нажал, пока вышел в грузию. Не 10, 11, 12, а 9, 10, 11 у нас дата. А, 9, 10, 11. Ага, хорошо, надо исправить. Да, 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 да. А то сейчас кто у нас смотрит, да, запишут эти даты. 9, 10, 11. 9 у нас будет, как сказать, квалификационная встреча для ИК и выше. Мы ее потом определим. Да, да, да. Все написано. 50, 11, полные дни. Андрей, спасибо большое. Правда, заслушался, потому что тема, которую ты сейчас буквально раскрыл за 35 минут, она очень важная для нас. И еще в целом ее так не слышали, поэтому не как ее надо, ее надо понимать и изучать и находиться там. Потому что, как говорится, быть и в теме, и в доле. И в теме, и в доле. А я сейчас хочу слово предоставить следующему нашему выступающему буквально на сегодняшней телемосте, которую я говорю сегодня, что вы увидите людей, которые будут впервые выступать на телемосте. Это довольно-таки молодой человек, молодой руководитель нашего проекта очень активный. Это Александр Кузнецов. Он является руководителем информационных ресурсов SkyWay. Но самое главное, что я, прежде чем предоставить нам слово, я хочу сейчас, чтобы у мониторов собрались буквально все. И родители, и дети, и взрослые. Почему? Потому что, если вы хотите заработать свой первый миллион в возрасте 20-30 лет, то буквально сейчас вы увидите того человека, который может вас этому научить. И предоставляю с удовольствием слово Александру Кузнецову, который будет нам вести нашу встречу из Мурманской области, город Апатиты. Саша, мы тебя слушаем внимательно. Алло, Александр. Отлично. Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня видно, слышно, все хорошо? Слышно, отлично все. Ну, замечательно, друзья. Итак, меня зовут Александр Кузнецов. Меня уже, в общем-то, представили. Занимаюсь компанией и развитием информационных ресурсов. Ну, и также я сейчас возглавляю молодежное направление компании. И, собственно, моя сегодняшняя тема будет посвящена, как раз таки, возможностям для молодежи. Как молодежь, работая в нашем проекте, может построить свое будущее буквально за считанные годы, то-то даже за считанные месяцы. Зависит все от той активности, которую эти молодые люди проявят. Так, друзья, у меня экран, если видно, то я сейчас запускаю слайды. Так, включаю полный экран. Так, друзья, экран мой видно, так я понимаю? Да, Саша, все видно отлично. Да, Саша, видно. Все, друзья, замечательно. Итак, тема моего сегодняшнего выступления, как я уже сказал, это SkyWay Invest Group – возможности для молодежи. И сейчас я расскажу, почему же это действительно возможность и кому эта возможность будет интересна. Я, перед тем, как готовить эту презентацию, я проанализировал, посмотрел вообще статистику, что на сегодняшний день молодежь интересует больше всего, что молодежи интересно, какие у молодежи цели, куда молодежь стремится. и выделил самые основные направления, чего же молодежь хочет действительно сегодня. И я сделал список этих желаний в порядке заданный период. И сейчас расскажу, в общем-то, что интересует молодежь, в первую очередь, и что мы им можем дать с этими интересами. Итак, конечно же, на последнем месте у молодежи, как это, к сожалению, не звучало бы, это сделать мир лучше, то есть повлиять как-то на наш мир, сделать планету лучше, улучшить экологию и так далее. То есть это, ну, к сожалению, всего 2% из молодежи интересуются именно этим направлением. И мы им можем дать возможность развиваться в этом направлении, возможность действительно улучшить жизнь на нашей планете, улучшить экологию на нашей планете. Это возможность продвигать инновационную транспортную систему Skyway. То есть это система второго уровня. С ней более подробно, я думаю, вы уже сегодня познакомились. У нас сегодня Анна Каченкова выступала именно по данной технологии. И, в общем-то, в нашем проекте, в рамках нашей компании молодежь может заниматься данной деятельностью. То есть улучшать действительно не только на словах, но и на деле жизнь на нашей планете. Далее это действия ради будущего своей страны. То есть это шестое по рейтингу, что же молодежь интересует на сегодня. И на это мы тоже можем дать возможность определенную для людей. Это подъем экономики страны благодаря внедрению технологий Skyway. Но и сейчас, плюс ко всему, у нас создалась компания Transnet Group, которая будет заниматься не только внедрением технологий Skyway, но и других интересных технологических направлений, которые действительно могут поднять экономику как России, так и других стран СНГ на абсолютно новый уровень. И молодежь, в общем-то, может здесь себя проявить и быть действительно патриотом своей страны не только на словах, но и на деле. Пятое по рейтингу – это создание семьи. То есть на пятом месте у молодежи стоит именно формирование такой ячейки общества. И у многих проблема с тем, что, к сожалению, не могут люди позволить себе место, где жить. То есть жилищный вопрос действительно сейчас стоит очень актуально. И многим людям, молодым, особенно семьям, приходится ютиться либо с родителями, либо как-то на съемных квартирах. Ну и так далее. В общем, это действительно такая проблема. На которой у нас тоже есть решение. Это бесплатная земля в линейном городе Евразия, инициатором которой является наше потребительское общество, о котором Андрей Федорович только что нам рассказал. И в рамках данного проекта можно действительно получить огромный участок земли в линейном городе с проведенной инфраструктурой в экологически чистом месте, где можно не просто иметь свою квартиру, а иметь свой действительно дом, иметь свой участок, выращивать на нем различные там какие-то культуры, да. И, в общем-то, жить полноценной жизнью. У вас есть коммуникации, у вас есть дороги второго уровня, вы можете спокойно сесть, доехать до любого города. То есть это действительно комфортная среда для жизни. Это не город, который у нас сейчас в традиционном представлении мегаполис. Это действительно город, который идет симбиозом с природой. Поэтому, друзья, вот такая вот возможность тоже дается для наших молодых людей. Но не только молодых. Далее на четвертом месте у молодежи – это деловая карьера. То есть молодые люди стремятся к тому, чтобы как-то в жизни преуспеть, позволить себе возможность как-то расти в профессиональном плане, в финансовом плане, чтобы доходы росли, как-то находить себе место именно в жизни, чтобы можно было в дальнейшем обеспечить свою семью, свое будущее. И, конечно же, данная возможность у нас тоже есть. В рамках нашего проекта можно расти как агенты. То есть можно строить партнерский бизнес, развивать. То есть вы можете рассказывать о данной возможности другим людям о нашем проекте. И молодежь может на этом строить довольно-таки высокодоходный бизнес. То есть есть возможность действительно расти, есть различные у нас уровни квалификаций. И каждый молодой человек может за год, за два, а то и меньше построить здесь карьеру. Потому что сейчас, как у нас карьера строится в традиционных бизнесах, это довольно-таки сложно. И многие люди тратят десятилетия для того, чтобы дорасти до начальника. У нас же можно выйти на огромнейшие доходы за считанные месяцы. Ну, конечно, можно и за несколько лет, а можно за месяц. Это зависит от активности. Но здесь всегда есть поддержка, есть помощь. Люди заинтересованы в вашем росте. Третье место – это образование и профессия. То есть молодые люди интересуются, где же можно получить образование, где же можно получить профессию для того, чтобы себя как-то образовать, для того, чтобы получить какие-то новые интересные навыки, новые интересные знания, для того, чтобы их применить в жизни. И такая возможность у нас тоже есть. Во-первых, это инвестиционное образование нашего проекта. То есть мы, помимо того, что даем возможность людям зарабатывать, даем возможность получения участка земли, возможность карьерного роста. Также мы даем людям качественное инвестиционное образование, то есть людям благодаря этим знаниям могут грамотно управлять своими финансами и свои деньги не сливать на какие-то ненужные вещи, а действительно вкладывать снова в себя или вкладывать в свои активы и создавать себе пассивные источники дохода. И плюс ко всему у нас с осени запускается обучение в Академии Евразии, то есть это такой у нас университет, где у нас Лариса Артамонова будет рассказывать, ну и другие тоже спикеры, интересных направлений, актуальных действительно в наше время, потому что многие профессии на сегодняшний день, которые преподаются в университетах традиционных, они уже на самом деле не актуальны, и они только отнимают у людей время и забивают лишнюю информацию голову. Мы будем давать людям действительно актуальные знания, которые могут действительно пригодиться, и пригодиться им не через долгое время, через 5 лет, когда они окончат университет, а уже сегодня. Следующее, на втором месте, что у нас стоит у молодежи, это получение удовольствия от жизни, то есть это действительно иметь здесь и сейчас, получать яркой жизни именно сегодня, жить яркой жизнью, полноценной. И для этого у нас тоже есть возможность, в рамках нашего проекта молодые люди могут больше путешествовать, ездить по разным странам, активно сотрудничать с другими какими-то нашими молодежными движениями. То есть это действительно очень интересная возможность для того, чтобы действительно найти себя, то есть действительно жить яркой, интересной жизнью, чтобы было не стыдно за свою молодость. И, конечно же, на первом месте на сегодняшний день, как это грустно бы не было, с одной стороны, но действительно молодежь в первую очередь заинтересована деньгами и материальным благополучием. И именно сегодня она хочет это благополучие получить не через какое-то долгое время, через 5-10 лет, а именно иметь деньги здесь, сегодня, сейчас, вот прям взять за считанные недели, может быть месяц, заработать хорошую сумму денег для того, чтобы как-то на эти деньги уже жить. И мы предлагаем тоже такую возможность тем, кто хочет заработать денег. Это, во-первых, инвестиции в Skyway и получение дивидендов в ближайшее время, но и также это построение партнерской сети агентов. То есть люди могут рассказывать другим молодым ребятам о возможности сотрудничать с нашим проектом, могут делиться с другими людьми старшего возраста, а возможно делиться с бизнесменами, с предпринимателями о том, что есть с инвесторами, что есть возможность сотрудничать с нашим проектом. И уже сегодня с этой возможностью зарабатывать деньги. И что самое интересное, друзья, то, что мы можем дать, это возможность создания своего собственного бизнеса, став инициатором строительства адресного проекта Skyway. То есть когда вы становитесь организатором, инициатором строительства какого-то адресного проекта в вашем городе, возможно у вас в вашем городе есть какая-либо проблема с транспортом, на каком-либо участке. Это может быть транспортная, именно пассажирская система, которая, к сожалению, на сегодняшний день удовлетворяет нормы. Может быть какая-то грузовая, у вас есть, может быть, рядом какие-то месторождения интересные, которые уже пора разрабатывать, но пока что нет соответствующей инфраструктуры. Вы можете инициировать строительство этого проекта, стать директором своей же собственной компании и работать в рамках нашего проекта, и именно собирать инвестиции по свой проект. То есть это будет ваш собственный бизнес. И здесь вы можете получить просто сумасшедшие прибыли, поскольку вы директор, вы имеете, конечно же, основную прибыль с проекта, и вы сами распоряжаетесь уже финансированием именно вот этого адресного проекта, друзья. Поэтому возможности есть просто колоссальные. Нужно только их увидеть, разобраться в этих возможностях, ими воспользоваться. И воспользоваться ими нужно сегодня, потому что завтра этими возможностями могут воспользоваться уже другие люди. И вы, молодые люди, и вы останетесь, к сожалению, с носом, как это говорится. Вот, друзья. И сегодня я хочу пригласить вас стать участником нашего молодежного движения, молодежного движения компании Skyway Invest Group. И сейчас я расскажу, почему же нам нужно молодежное движение, и какие задачи входят именно в это движение. Вот. Ну, молодые люди, это, конечно же, энергия. Это двигатель полный заряда, который может действительно реализовать самые-самые грандиозные проекты. То есть, молодые люди, это действительно энергия. Это такой запал нечерпаемой энергии, который действительно необходим в данный момент нашему проекту, да не только нашему проекту, любой компании. Вот, молодые нужны везде. Далее, это, конечно же, креативность, потому что молодые люди, они креативные, они мыслят нестандартно, как правило. У них мышление такое еще довольно-таки свободное, потому что люди постарше, у них уже довольно-таки, ну, я имею в виду, после 35-ти, там, к 40-ка уже ближе и выше. Немножко мышление становится такое уже более закоренелое, уже многие не видят какие-то возможности интересные, какие-то у них устоявшиеся взгляды, уже более такой поверхностный подход даже к творческим направлениям. Молодые же, они креативные, они постоянно в движухе, они постоянно создают что-то новое. То есть, это постоянно-постоянное создание каких-то новых идей. Ну, и, конечно же, это обучаемость. То есть, молодых людей можно гораздо проще обучать, и они гораздо лучше впитывают информацию. То есть, вот, как вот ребенок, да, когда он обучается на самом, там, в младенческом возрасте, там, до 3-х лет, он уже впитывает как губка все. А также, вот, молодые люди, там, до 35 лет, там, ну, чуть выше, может быть. У них тоже мозг впитывает все новое, все интересное, и они могут впитывать эту информацию быстро, хорошая память. Да, ну, здесь просто организм молодой, да, он еще приспособлен к тому, чтобы обучаться и расти. Вот, поэтому, друзья, у нас в наши задачи входит следующее. Сейчас я приглашаю людей, которые хотят действительно помочь нашему проекту, которые являются, во-первых, инвесторами технологии Skyway, инвесторами Skyway Invest Group, которые хотят помогать нашему проекту, которые хотят его развивать, не только получая благодарность в финансовом вознаграждении, да, а действительно помогая нашей компании в развитии. То есть, что я это имею в виду? Быть активистом на волонтерской основе и помогать нам развиваться, поскольку все мы инвесторы, мы все акционеры. Даже кто в какой структуре там не находился бы, у нас все равно одна цель – это реализация технологии Skyway, реализация нашего проекта. И поэтому, друзья, тем, кому это интересно, кто хочет действительно помочь, может быть, вы инвестор, может быть, вам неинтересно развитие, как агента своей агентской сети, но вы хотите помочь компании, то я вас приглашаю. У нас есть следующие критерии, я сейчас вам расскажу, что нужно для заполнения заявки. Ну, а перед этим я расскажу, какие же у нас задачи входят в наше молодежное движение. Первое – это повышение значимости реализации технологии Skyway в глазах молодежи. То есть, мы должны показать молодым людям не только, что Skyway и Skyway News Group действительно – это очень перспективное направление, в том числе потребительское общество Евразии, и что мы являемся не просто очередным проектом, который собирает деньги, а что мы действительно, друзья, прошу прощения, а что мы являемся действительно важным проектом для всего человечества и для отдельно взятой страны какой-либо. Далее – это повышение ответственности в продвижении концепции Skyway. То есть, нашим инвесторам, нашим агентам нужно действительно донести ту информацию, которую, к сожалению, пока что не всегда дается донести, чтобы люди относились более ответственно к технологии Skyway, к нашей компании Skyway News Group, чтобы они более высоко презентовали наш проект. Далее – это массовое информирование сторонников улучшения экологии на планете, поклонников высоких технологий и людей, заинтересованных проектом Венера. То есть, нужно нам сотрудничать с данными людьми, с проектами различными, которые ориентируются на улучшение экологии, на изменение качества жизни людей на нашей планете, и заходить с ними в диалог, и постепенно их, конечно же, подключать к нашему движению. Далее – это формирование активистов движения Skyway и Transnet в дальнейшем. То есть, мы не только Skyway технологию развиваем, мы заинтересованы именно в развитии целой сети Transnet, которая у нас покроет, в первую очередь, наш континент Евразию, а в дальнейшем и безземный шар. И действительно, технология эта очень нужна, она является очень перспективной, потому что в сегодняшний день у нас интернет позволяет обмениваться просто с гигабайтами информации за считанные секунды, и мы становимся виртуально ближе друг к другу. Но физически мы также друг от друга далеки. И Transnet как раз таки позволяет нам, во-первых, ускорить интернет, поскольку сейчас мы будем строить Transnet вместе с оптоволоконными проводами, которые будут с высокой скоростью передавать интернет сигнал. И плюс ко всему мы сможем быстро перемещаться в другие города, в другие страны, и причем, что самое важное, на безопасном транспорте. Далее это формирование международного молодежного движения. То есть сейчас мы собираем людей, которые будут являться самым таким костяком. Это всего пока что 30 человек я собираю. В дальнейшем мы будем, конечно, расти, развиваться. Но пока что я собираю 30 людей, молодых людей до 35 лет, которые в нашем проекте являются инвесторами в первую очередь, которые готовы мощно развивать наш проект. Не просто войти в молодежное движение и так быть в нем просто для галочки, а именно активно развивать, то есть именно активистом быть. Далее это проведение флэшмобов, экоакций и благотворительных мероприятий. То есть нужно действительно наводить нам, простым языком сказать, движуху, в оффлайне активно агитировать людей на сотрудничество с нашим проектом, показывать, что мы сегодня уже делаем что-то не только собираем инвестиции под проект, но и сегодня уже своими действиями как-то помогаем другим людям благотворительно, проводим экоакции и так далее. Далее это поиск талантливых, активных и перспективных людей, средиагентов и инвесторов. То есть нам нужно действительно сейчас активно подключать наших молодых ребят и искать именно творческих людей, которые готовы именно возглавить наши творческие отделы. И что входит в этот творческий отдел? Да, это создание различных ярких видеороликов, плакатов, ну и так далее, какие-то принтовы интересные, все, что влияет положительно на имидж нашего проекта. Далее это участие в молодежных слетах, конференциях. То есть это нужно нам, конечно, для того, чтобы нам себя, ну, во-первых, пиарить, ну и, во-вторых, входить в диалог с молодыми людьми, которые не только заинтересованы в нашем проекте, да, не с нашими молодежными движениями, но и с параллельными молодежными движениями. В дальнейшем, может быть, и с партиями. Если мы будем активно двигаться, то мы сможем действительно уже работать на более высоком уровне, чем просто движение. Далее это проведение лекций в учебных заведениях. То есть нужно нам, конечно же, ходить по учебным заведениям, рассказывать именно о возможности внедрения нового видения будущего, новых технологий. Далее это формирование элитного клуба молодых и успешных агентов Skyway Nest Group. То есть такой вип-клуб, где соберутся у нас самые молодые, активные, самые успешные, и которые действительно будут показывать другим людям своим примером, что наш проект действительно позволяет подняться на самые вершины карьерной лестницы. Далее это показать молодым людям престижно сотрудничество с Skyway. То есть нужно показать, что Skyway и Skyway Nest Group по Евразии – это не просто очередной проект, а что это действительно престижный проект, что в нем престижно работать, престижно развиваться. Далее дать молодым людям простую пошаговую схему построения бизнеса Skyway Nest Group. То есть нужно показать людям, как здесь можно строить бизнес простыми пошаговыми действиями. И, конечно же, проведение ярких и масштабных конференций и презентаций мероприятий Skyway Nest Group. Вот, друзья, поэтому сейчас я хочу дать вам, скинув в чат, небольшую заявочку. Вы можете ее сейчас прямо заполнить. Также я эту заявку дам на наших социальных ресурсах, также в чатах компании. Вы можете заявочку оформить. Но пока что, я говорю, друзья, это не больше 30 человек, которые будут именно костяком нашего движения. Потом в дальнейшем будем, конечно же, уже расширяться. Будет у нас больше молодежи движения. Но пока что только начиная формирование. Вот, друзья. В общем, что еще хочу сказать. Действительно, сейчас мы понимаем то, что за кем на сегодняшний день у нас молодежь, за теми будущее. И те, кто смогут сегодня привлечь максимальное количество молодых ребят, молодых людей в свой бизнес, те смогут действительно развиваться очень долго, потому что, ну, молодежь, действительно, это сила. Друзья, поэтому, в общем-то, спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Всем успехов и до новых встреч, друзья. Поэтому заполняйте заявки, подключайтесь. Будем работать вместе и развиваться. Всем до свидания. Спасибо большое, Саша. Спасибо за выступление. Очень торопился, очень много хотел сказать. Еще и скажет, это очень здорово. Но сейчас у нас очередное выступление. И сейчас будет выступать Беларина Ольга Шинтина, директор по нашему онлайн-образованию. И не только по нему. Мне приятно ее представлять, потому что я могу ее назвать соседкой. Саша сейчас из Мурманска выступал. Аня у нас была из Питера. Сергей из Москвы. Андрей из Таиланда. А Ольга из Омска. Это буквально от меня там 800 километров. Так что, Оль, тебе слово. Я вас не представляю. Не слышно, нет, не слышно. Оля, Оля, звук, звук. Не слышно, Оля, звука нету. Раз, раз. Вот появляется, раз, раз уже слышно. Да, вот одна волшебная кнопочка творит чудеса, да, особенно, когда ее переключаешь вовремя. Отлично. Благодарю за представление, Игорь. Благодарю всех предыдущих ораторов. Конечно, сегодня очень такой насыщенный, информативный у нас получился эфир. Здорово, друзья. Я предлагаю нам собираться так каждый месяц. Вообще информации много не бывает в нашем случае, потому что у нас проект очень серьезный. И он строится на информации в данный момент. И я сегодня хочу с вами поговорить об очень интересной теме. У меня такая тема необычная, так скажем. О развитии нашего проекта пойдет речь, да. Все вы понимаете, что, и сегодня об этом говорили уже, что наш проект держится на краудинвестинге. Что это значит? Это означает, что... Секундочку, допущу слайды. Это означает, что наша работа основывается именно на людях. Это означает, что то, что мы реализовать наш проект можем только при помощи большого количества людей. То есть нам важно, чтобы в наших рядах постоянно было пополнение. И, друзья, сегодня речь пойдет о том, как вообще можно сотрудничать с нашей компанией, какие есть преимущества сотрудничества и, собственно, какие есть инструменты для того, чтобы развивать наш проект. Итак, преимущество для партнеров вообще, что мы предлагаем, это защищенность в первую очередь, потому что регистрация в нашу компанию возможна только по приглашению. То есть если человек найдет где-то в интернете наш сайт, он не сможет зарегистрироваться самостоятельно, ему нужен будет наставник. И здесь, конечно, на помощь может прийти наш партнер, который будет, естественно, выгоду свою иметь. Доход от структуры во всю глубину. На самом деле ни одна инвестиционная группа не может предложить такой вариант. Во всю глубину доход от структуры. Есть какие-то минимальные уровни, да, один, два, три, максимум. Но во всю глубину это, конечно, нонсенс. И мы предлагаем такой вариант. Профессиональные инструменты для развития бизнеса. И сегодня я о них вам расскажу и покажу их. Статистику работы всей вашей структуры вы можете видеть в бэк-офисе. Это очень удобно. Вам не нужно вести самостоятельно какие-то отчеты, чтобы видеть, как развивается ваш личный бизнес. Оплата представителям за активную работу от объема региона. Вот это, друзья, конечно, вообще просто суперпредложение. Я думаю, что Игорь Хальцев обязательно на эту тему замолвит пару слов. Полная автоматизация приема платежей, обработки покупок акций. Конечно, это тоже очень удобно. Выплаты вознаграждения от 50 фунтов у нас идут. Накопили, вывели без всяких вопросов. И самое главное, для меня лично, я не знаю, как для вас, это мощные тренинги от профессионалов бесплатно. То есть агенты, партнеры нашей компании, они очень развиваются, при том в разных сферах жизни. И имеют возможность это делать бесплатно, получать определенные знания. Итак, какие инструменты доступны партнерам? Это различные страницы рекламные на различные слои населения ориентированные. Давайте я вам сейчас прям их покажу. Видно мой экран, надеюсь, да? Видно вроде, да? Итак, друзья, первый лендинг, так называется рекламная страница. Не пугайтесь, пожалуйста, этих слов. Лендинг – это страница захвата, если переводить дословно, да? Итак, смотрите, заходя у вас, во-первых, давайте покажу, где можно взять такую страницу. Есть у каждого человека, у каждого нашего партнера в личном кабинете такой раздел инструменты партнера. Вот, нажав на него, вы попадаете на страницу, где списком идут различные инструменты. Прям ссылки будут на различные лендинги на странице захвата. Итак, первая страница – это народный проект 21 века. Обратите внимание, такая красочная, яркая, информативная. Здесь минимум информации, размещено видео, очень красивое, которое вкратце рассказывает о проекте, о преимуществах его. И основные преимущества размещены в текстовом варианте. Также здесь будут располагаться ваши контактные данные, если вы их, конечно, укажете. То есть человек сможет с вами связаться и задать какие-то вопросы. Дальше. После того, как человек попадает на эту страницу, изучает информацию, он жмет кнопку «Зарегистрироваться», открывается форма для регистрации, человек, соответственно, заполняет свои личные данные и оказывается у вас в команде. То есть он числится в личном кабинете вашем. Вы можете его видеть членом своей команды. Вы можете отслеживать его данные контактные, вы можете с ним связаться и оказать какую-то свою помощь. После того, как человек регистрируется, он начинает получать серию писем. Письма ему по шагам объясняют, что представляет из себя наш проект. И человек уже постепенно, изучая информацию, принимает определенное решение. Идем дальше. Следующий инструмент – это опрос общественного мнения. Друзья, вещь очень эффективная. Могу вам сказать, что я от себя рекомендую пользоваться именно вот этим инструментом, потому что он работает очень хорошо. Вы можете просто знакомому человеку предложить пройти опрос. Здесь такие несложные вопросы. Вам интересно было бы узнать, как можно пересекать большие расстояния в разы быстрее и дешевле с целью встречи с родными и близкими, друзьями, живущими вдали от вас. Здесь человек выбирает «Да», «Нет» и в конце ему предлагают нажать кнопку «Отправить». После нажатия этой кнопки появляется информация о том, что мы благодарны человеку. И предлагается получить в подарок 50 акций высокотехнологичной транспортной компании. Человеку достаточно зарегистрироваться, пройти верификацию и акции он получит. 50 штук. Идем дальше. Соответственно, тоже здесь человек после регистрации получает серию писем, уже другую, и узнает о нашей компании по шагам. Дальше. Следующий очень интересный лендинг, интересная страница рекламная. Это о получении гектара земли на Дальнем Востоке. Друзья, здесь мы собираем заявки, в первую очередь заявки на оформление одного гектара земли, которую государство выдает сейчас бесплатно, вы об этом сегодня слышали. И здесь очень все незамысловато. Ролик размещен на одну минуту, где Владимир Путин беседует с Трутневым, с Юрием. Здесь есть вопросы, которые человеку могут быть интересны, если перелистнуть, они здесь продолжаются. И опять же, отправить заявку, человек попадает на форму регистрации. Все повторяется, друзья, только не повторяются письма, которые получает человек после регистрации. Здесь другая серия писем, и человеку именно в ключе этих интересов предлагается ознакомиться с нашим проектом. Опять же, после регистрации клиент будет в вашей организации числиться. Дальше. Как я уже сказала, нам, естественно, необходимы люди, которые будут развивать наш проект. И я не только вас приглашаю присоединиться к нам, а также и порекомендовать своим знакомым, друзьям, может быть, каким-то далеким знакомым и родственникам, это стать агентом в нашей компании, то есть стать партнером. Здесь говорим о лендинге. Требуются менеджеры для работы на домашнем компьютере. Имеется в виду именно агенты. Обучение бесплатно, чтобы стать менеджером, заполните заявку. Опять же, человек может зарабатывать. Здесь идет набор, указывается, когда заканчивается набор, указываются перспективы, которые перед человеком открываются, требования к кандидату. Опять же, когда человек заполняет заявку, нажимает «Подать заявку», то здесь он сразу может уже, кстати, заполнить свои данные. Опять же, он попадает к вам в структуру, к вам в организацию, сразу становится нашим партнером и может точно так же продвигать наш проект, используя данные инструменты. Следующий инструмент очень интересный. Здесь предлагается посчитать, сколько человек потерял денег из-за кризиса. То есть здесь указывается какая-то сумма, которая у человека была до кризиса. Нажимаем кнопку «Рассчитать» и получаем умопомрачительные цифры, которые, конечно же, каждого вводят в шок. Это цифры реальные, высчитаны специально и заставляют человека задуматься. Дальше, когда он нажимает на кнопку, переходит на страницу, где есть описание ситуации, которая у нас в стране. Дальше у нас идет видео с Владимиром Владимировичем, где он говорит о том, что нам нужен национальный инновационный проект, и мы, собственно, его предлагаем. И здесь человеку уже предлагается зарегистрироваться и также участвовать в этом инновационном проекте. Итак, друзья, вот такие у нас есть инструменты. Но мало использовать эти инструменты. Дело в том, что в любом случае здесь работают люди. И, естественно, когда вы обращаетесь к человеку, ему неинтересно общаться с роботом. Я имею в виду письма, которые приходят после регистрации, где рассказывается о проекте. Конечно же, человеку хочется пообщаться с живым человеком, узнать более подробно о компании, задать какие-то вопросы в конце концов. Именно поэтому обязательно после того, как человек зарегистрировался, позвоните ему и пригласите на ближайший вебинар. Вебинар у нас, слава Богу, проводится ежедневно, без исключений, притом два раза в день, в 13 и в 20.00. Кроме этого, у нас каждый четверг и субботу проводятся тренинги для наших партнеров. Мы все делаем для того, чтобы люди развивались. Вот, друзья, таким образом вы можете, естественно, расти. У нас предусмотрен карьерный рост. Как это происходит? В первую очередь, когда вы приходите к нам в компанию, вы становитесь квалифицированным агентом. Дальше у вас квалификация поднимается до инвестиционного консультанта. Следующая ступенька – инвестиционный менеджер. И следующая ступенька – старший инвестиционный менеджер. Естественно, есть вознаграждение, и оно разное в зависимости от карьерного статуса. Если это агент, то 15% от лично привлеченных инвестиций. Если это инвестиционный консультант, здесь уже увеличиваются бонусы. Естественно, еще идет бонус от мирового оборота компании. Это пассивный доход и, конечно же, очень интересная вещь. У инвестиционного менеджера еще больше доход получается. И старший инвестиционный менеджер, естественно, увеличивает свой заработок. Более подробно, конечно, вы сможете всю информацию узнать на наших тренингах для агентов, которые проводятся каждый четверг, проводят и Павел Манылов. Очень подробно, детально вам все это расскажет и даже предложит различные варианты, как можно обратиться к тому или иному человеку. То есть будут схемы, которые... ...помощью которых можно общаться с людьми. Итак, какой может быть результат ваших ежедневных действий? Давайте предположим, что вы будете каждый день регистрировать только 5 знакомых человек. У вас только 50% из этих людей станут акционерами. И если средняя инвестиция составит всего лишь 100 фунтов, что гораздо выше по факту. И если вы будете только квалифицированным агентом, то есть минимальный ранг, то за первую неделю вы привлечете примерно 1700 фунтов инвестиций, что для нашего проекта, конечно же, очень хорошо. Это дает возможность текущие расходы профинансировать. Это очень нужно. Ваш доход 15%, а это 255 фунтов стерлингов. Это за одну неделю, друзья, посчитала, уделяя всего лишь 3 часа в день. Сейчас задайте себе вопрос, являются ли эти деньги для вас чем-то, что может помочь вам в жизни. И если ваш ответ да, то добро пожаловать. Если же 255 фунтов для вас в неделю ничего не изменят, что вполне возможно, но эти средства, которые выше на одну строчку, они изменят многое для проекта. И вы можете здесь и зарабатывать деньги, и развивать проект. Если вы хотите больше зарабатывать, то уделите в 2 раза больше времени этому проекту. 6 часов в день это меньше даже, чем обычный рабочий день, где большинство людей 10 фунтов в сутки не получают. Это действительно так. А здесь вы можете и зарабатывать сейчас, и обеспечить свое будущее. Потому что в нашей компании вы получаете вознаграждение не только деньгами, но еще и в акциях. Поэтому пользуйтесь данной возможностью, она в ближайшее время, к сожалению, исчезнет, потому что акций все меньше и меньше становится. Итак, друзья, кроме того, что вы можете зарабатывать в нашей компании, вы можете участвовать в различных акциях. Вот буквально в понедельник мы все едем в Коста-Дорадо, это Испания. У нас там будет недельный отдых. Едут только те, кто принял участие в акции и, собственно, выиграл конкурс. Это только для агентов было организовано, для наших партнеров. И поэтому я вас призываю также участвовать в этих акциях. Сейчас стоит у нас акция «Это автомобиль» от Skyway Invest Group. Условия вы видите на экране, и более детально вы сможете их узнать на тренинге для агентов. Друзья, я вам предлагаю развиваться, обучаться, зарабатывать и лично помогать реализовывать проект Skyway. И все это делать для того, чтобы жить достойно и нам с вами, и всем будущим поколениям. Нам необходимо идти вперед, пока весь мир не будет окутан дорогами Skyway. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, что я вас вдохновила и предлагаю вам присоединиться к нам. Оля, спасибо большое. Спасибо большое за такую краткую информацию, такую сжатую. Мне, знаете, я хочу вам сказать, что когда Ольга показывала сейчас инструменты для нашего бизнеса, и называла там один из инструментов, где она сказала слово «умопомощительные цифры». Вы знаете, я сам понажимал там, и, честно говоря, мне, в общем-то, те цифры, которые я получил для себя, не даю сегодня долго спать. Спасибо большое, попробуйте, если вы еще этого не делали, это очень интересно и здорово. А не только это для нас, а для наших будущих партнеров и друзей, близких и так далее, и так далее. Вот, ну и у меня есть для вас теперь две новости. Одна хорошая, другая очень хорошая. Хорошая новость заключается в том, что я последний выступающий. И в течение нескольких минут мне есть, что вам рассказать. Очень хорошая новость, как только я закончу, вы получите ответы от Андрея и Сергея на те вопросы, которые вы записали в форме, которую давала вам Оля, да? И мы на этом сегодня будем с вами заканчивать. Так вот, то, что касается моей сегодня с вами встречи, она направлена на наше большое событие, по-другому даже сказать не могу, Андрей об этом начал уже говорить сегодня, которая состоится 9, 10, 11 октября этого года. Это наш юбилейный форум, это годовщина наша, когда нам будет один годик всего. И я вам скажу, что это будет очень большой форум, серьезный, уже подготовка идет во всех отношениях. Будет много сюрпризов, будет интересное выступление, будет обучение. Все, что вы хотите получить, все будет там. И на сегодняшний день каждый из присутствующих сегодня, и на нашем телемастерке, и не присутствующих, могут приобрести уже билеты на этот форум. Вы сами понимаете, чем ближе к пряжу, тем дороже билеты, да? Поэтому сегодня билеты у нас, они двух видов. В личных кабинетах, в личных кабинетах вы можете приобрести билеты на этот форум, сделав проплату по системе оплат. И второй вариант приобретения билетов, это определяемые оффлайн билеты, которые вы можете приобрести буквально первый способ. Это у своих директоров отделений, то есть представительства, так как эти билеты уже есть, они разосланы директорам, и эти билеты всегда будут стоить дешевле на 5 пунктов, чем билеты в личном кабинете. На сегодняшний день стоимость билета на этот форум, вот этого оффлайн билета, 2000 рублей. Почему к рублям привязано? Потому что форум на территории России будет проходить, в Москве это рублевая зона, и об этом прекрасно знают все директора, и эта цена будет раздержаться, ребята, всего лишь до 31 мая, осталось 2 недели, 2 недели буквально. У нас будет подготовка определенная к юбилейному форуму, а заключается еще и в том, что у нас проходят и будут проходить, уже проходят региональные конференции, о которых заявили ваши представители. Сегодня уже говорилось не раз о том, что буквально в данную минуту проходит первая наша региональная конференция в городе Львовском, где Александр Мунко сегодня работает, и там не одна сотня людей сегодня, наших партнеров и гостей присутствует. Кроме того, у нас еще заявлено 12 городов, об этом знают ваши руководители, и добавляется, я просто перечислюсь, это Нинск у нас, Кижний Новгород, это Уфа, это Рига, это у нас в Турции Анкара, это Санкт-Петербург, это Новосибирск, это Бишкек, это Таллинг, Казань, Киев, Украина, на подходе у нас Иркутск, в Иркутске будет конференция, вроде бы все, а Челябинск еще обязательно будет, поэтому следите, пожалуйста, за новостями, за рассылками, которые вы получаете. Больше того, что касается региональной конференции, то вы уже получили довольно-таки, все буквально была рассылка, всеобщая рассылка по всем нашим партнерам, и вы получили это на свою электронную почту, внимательно смотрите, потому что иногда может быть она в спам попадает, где каждый из наших партнеров может выбрать свой регион и поучаствовать в какой-либо конференции, потому что, почему я еще говорю об этих конференциях региональных, потому что именно на этих региональных конференциях будут продвигаться и вот эти оффлайн-билеты, именно там, то есть ты участвуешь в конференции, ты можешь прямо там приобрести билет по цене более низкой, чем в личном кабинете, а в бумажном виде такой красивый билет. И просьба у меня к вам огромная. Вот вы посмотрите, когда список городов, где будут проходить конференции. Вот, например, я сейчас нахожусь в Новосибирске, а вы, например, не знаю, вы в Нижнем Новгороде, или вы, допустим, или в Анкаре вы находитесь, или вы, допустим, в Бешкеке находитесь, неважно, где бы вы ни находились, это не значит, что если в Новосибирске далеко находится этот город, там будет конференция, и вы не сможете в ней поучаствовать лично, что какая-то в этом проблема. Никакой проблемы, друзья. Просто напросто составьте правильно список своих друзей, знакомых, сослуживцев, опять же, членов семьи и так далее, и так далее. Может быть, кто-то из них здесь, в нашем городе, живет в Новосибирске, может быть, где-то рядом с Новосибирском. Мы с удовольствием окажем помощь этим ребятам по вашей рекомендации. примем их здесь, и ваши гости будут участвовать. Видите, какая выгодная и интересная ситуация. Вы сами не участвуете, но участвуют ваши знакомые. И, возможно, они станут нашими партнерами. Я уже не буду говорить, чем это чревато в хорошем смысле этого слова. Вот. Что ближайшее, что нас еще ждет? Ну, уже Оля сказала, буквально я на чемоданах. Некоторые ребята уже уехали сегодня. В дороге уже мы встречаемся в понедельник в Испании. Кроме того, что мы там будем отдыхать, мы проведем там международную нашу конференцию однодневную, она там обязательно будет, в которой будут участвовать. И Андрей, и Сергей будут участвовать, и директора наши будут участвовать, и гости, которые находятся в Испании. Кстати, опять же, пользуйтесь тем моментом. Если вы сейчас меня прекрасно слышите, а у вас в Испании есть знакомые, друзья, а может быть кто-то и отдыхает в это время, просто до ряда, находится рядом с нами. Пожалуйста, нет проблем. Мы примем ваших знакомых на определенных условиях, они об этом узнают, и они могут участвовать в этой конференции. Может быть, знакомые не русскоязычные, может быть, это даже испанцы. Нет проблем, нельзя. У нас бизнес без границ. Совершенно без границ. И я, наверное, заканчиваю свое, заканчиваю свою информацию, и буквально, что тут у меня, буквально слово сейчас я передаю для ответа на ваши вопросы Сергею или Андрею, кто сейчас выйдет. Игорь, привет. Еще раз. Ну, это из тех вопросов, которые прислали, да, Игорь? Вот те, которые лежат сейчас в этом самом чате, да? Да, Оля там вопрос там дала, она давала форму. Там немного вопросов есть. А раз их немного, это значит хорошо. Все понятно, все непонятно. Четыре вопроса, да. Ну, там вот то, что непосредственно меня касается, и то, что вот я бы там хотел такой очень серьезный такой вопрос, я не знаю, насколько его интересно освещать перед всеми, потому что там стоит вопрос, что почему мы сейчас работаем в шестом технологическом укладе, и только это даст потом основу для развития седьмого технологического уклада. То есть это, друзья, просто настолько глубокий научный термин, научный вопрос, что сегодня еще шестой технологический уклад, только буквально год назад, как этот термин вошел в обход, и Путин стал его применять, и там другие там ученые политики, а до этого это было такое понятие. Но буквально короткий комментарий такой, что инженер Юницкий занимается технологией 35 лет. Почему даже вот когда делался первый эксперимент в 2000 году, еще система транснета, то есть дорогой второго уровня, не готова была войти, потому что не оформился интернет, то есть именно как среда, именно как пятый технологический уклад интернет еще формировался. И только сейчас можно сказать, что среда интернета сформирована, и то она идет активно в развитии, и как я уже сказал, что сейчас у планов основных компаний, которые играются лидерами в укладе, вот, это повесить спутники, и тогда весь мир будет покрыт бесплатным вай-фаем, вот тогда действительно будет эра интернета, потому что сигнал онлайн будет доступен из любой точки в любой точку с большой скоростью и с большим качеством. Соответственно, вот это будет считать, что уже будет, ну, скажем так, насыщение технологии интернета. Вот, то, что мы сейчас дальше делаем, именно транснет, это достроение этой сети виртуальной, в то, чтобы мы переходили в новую систему, это как раз стало возможным, что оформился пятый уклад и начинает шестой, и когда только будут построены миллионы, десятки миллионов километров, когда транснет станет уже реальной паутиной по земле, тогда встанет следующий вопрос, ведь основной сейчас стоит вопрос экологии, а еще 10, 15, 20 лет вопрос экологии это вообще становится номер один, а с учетом, что надо будет для строительства миллионов километров, надо будет выплавить, добыть миллиарды тонн руды, миллиарды, десятки миллиардов тонн железной руды, ее переплавить, получить из нее металл, сделать из нее систему, сделать подвижной состав, соответственно, это потребует разработку и переработку огромного количества ресурсов, и соответственно, если сегодня, ну как мы уже говорили, территория земли осваивается на там несколько процентов всего, то с запуском системы транснет практически вся территория России, Евразии будет освоена, и соответственно, система экологии станет наиболее актуальной, и вот как раз в этот момент уже как раз с той научной школы, которую дал Юницкий, именно как инженер, как автор технологии, он показал, что следующий уклад, это просто, я для ответа, кто этим интересует, что следующий уклад, который будет входить примерно через 20-25 лет, соответственно, это вывод всей индустрии, которая сегодня есть за пределы атмосферы, то есть космос, когда будут специальные заводы, которые будут летать на орбите, и они будут вырабатывать электроэнергию, они будут давать металл, соответственно, без сжигания кислорода, соответственно, все вредные примеси будут остаться там, и на землю будет возвращаться только чистая продукция, и, соответственно, земля будет действительно той зеленой зоной, той средой обитания, где будет очень комфортно жить, а все, что связано с химией, нефтехимией, металлопереработкой, вообще, вся индустрия, которая вредная для обитания человека, она будет вынесена за пределы. Это как раз седьмой технологический уклад, и он продиктован именно тем, что сегодня экология, это важный, но не критический момент, а как только пойдет следующий этап индустриализации, так называемого шестого уклада, вопрос экологии выйдет вообще на первое место. И мы как раз летом проводили конференцию в Питере, именно с умирением, что показали, что технологии второго уровня, технологии Skyway, это экотехнологии, то есть ввели такой термин, это экотехнологии, то есть не технологический процесс, который давит на природу, а что с развитием этой технологии происходит наоборот снижение тех давлений, которые сегодня есть с точки зрения экологии. И вот как раз одна из ближайших целей, одна из программ, которые мы сейчас будем активно продвигать, это экологический экоавтомобиль, это эко-кар, который будет сегодня замещать абсолютно все двигатели внутреннего сгорания в городе, и наша задача, чтобы в том линейном городе и в той среде обитания, в котором не было вообще ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания раз, а энергия, которая вырабатывалась для движения, в основном была из восстанавливаемых источников. И как раз у нас вообще есть такая мечта, чтобы 90% людей, которые перемещались в сети Transnet, чтобы они вырабатывали энергию с помощью своей мускульной силы. Естественно, что это такая интересная мечта, но это вполне реально, потому что сегодня уже проектируются веломобили, которые могут перемещаться со скоростями до 140 км в час, причем это в обычном режиме. Поэтому, друзья, это тоже очень такое интересное направление, много чего мы еще интересного будем сегодня вам делать и показывать. Это вот ответ про седьмой технологический уклад. Андрей, если ты включился, там очень важный вопрос, связанный с капитализацией, защиты инвестиций с точки зрения акционерного общества и ПО, я уже в своем ответе говорил, что сегодня защита будет и с помощью западного законодательства, и с помощью ПО. Но я думаю, что тебе более отвечать на этот вопрос более подручно. Да, давайте отвечу. Здесь вопрос был такого плана, сейчас я его простирую. Стали появляться разные варианты развития Skyway, RSV System, что само по себе естественно при разнообразии методов общей реализации потребительского общества. СВИК на фоне прошлых этапов. Прошу уточнить, неоднократно заявляю, что все акции имеют равное значение для проекта, но нет ясности в распределении доходов в денежном выражении, ведь ПОИ в ПО не обеспечивают рост дивидендов, от их наличия и непонятен становится механизм в сравнении с другими подразделениями разных соединений. Посмотрите, в потребительском обществе очень интересная вещь такая происходит, когда предприятие одно становится пайщиком, то есть в чем уникальность потребительских обществ и отличие от акционерной компании. В акционерной компании почему акулы финансовые разоряли многие компании, и приведу вам простой пример, есть такая легендарная личность, миллиардер британский Ричард Брэнсон. В своей книге можете ее послушать, почитать, она есть в аудио, в интернете, ее можно прямо и на ютубе я уже видел в русском языке. Так вот «Трианневинность» называется книга его. И он писал о том, когда пошла волна в 80-х, в 90-х вернее, и он свою компанию перевел в публичную акционерную компанию и вывел на фондовый рынок британский некоторое количество акций. И почему эта волна и шла? Финансовые кулы понимали, что имеют много денег, им необходимо еще внедряться в разные компании. Потом, когда они внедрялись в разные компании, особенно крупные компании, а у Virgin компании, владельцем который являлся Ричард Брэнсон, около более 300 компаний. И финансовые кулы что делали? покупали такие компании, входили туда, потом брали контрольный пакет в свои руки, а потом купил компанию оптом, продал в розницу по мелочи. И таким образом зарабатывают в раз 10-15 больше. И когда у Ричарда Брэнсона была такая же ситуация, примерно похожая, и что делают финансовые кулы? Они начинают цены давить вниз. То есть они вошли в рынок допустим с этой компанией, потом цены идут вниз, акционеры начинают сбрасывать акции, они выкупают контрольный пакет акций, и таким образом становятся владельцами компании. И когда произошла такая ситуация у Ричарда Брэнсона, он за свои деньги выкупил напрямую у акционеров акции по завышенной цене, по которой они покупали, плюс какой-то процент выше ожидаемый который был, и таким образом он полностью избавился от совета директоров тогда, и говорил, что ситуация такова, что сидит один из директоров, его жене не нравится та группа, которую мы хотели записать, а у него в суде звукозаписи была в Британии, в Ливерпуле. И до смешного дохода, я владелец компании, должен советом директоров выяснять все эти вопросы. И я к чему это говорю, в потребительском обществе изначально это исключено. То есть да, ты можешь купить пай за 10 или за 100 миллионов фунтов, но у тебя будут те же права, как и того человека, который купил за 1 фунт или за 1 доллар. То есть права одинаковые, один голос, это тебе не дает больше голоса. Это первый момент, отличительная черта потребительского общества. Второй момент, так как любое предприятие может быть потребительским обществом, вернее пайщикам и вы как пайщики вносите деньги в виде паевого взноса, возврат паевого взноса вы сможете получать именно долю этой компании в виде акций. Если это акционерная компания или ООО и у них есть акции, значит акции. Если это наши российские компании, которые будут транснеты создаваться, это доля в этой компании. что самое главное по защищенности. Дорогие друзья, потребительское общество регламентируется и защита пайщиков регулируется российским законодательством. Это очень дорогого стоит, хочу сказать, потому что если взять Британию, а там тоже регулируется британским законодательством, а может и российским регулируется, смеюсь, британским законодательством. В России потребительское общество, и там есть реестр пайщиков, так вот, когда вы покупаете целевую программу, то в Евразии будет целевая программа, которая будет называться SkyWay. И вы сможете, скажем, покупать пайи этой целевой программой. Сразу хочу сказать очень интересный факт, что у нас понятия как дисконтов в потребительском обществе не будет, потому что тот практически дисконт, по которому мы, как потребительское общество, будем выкупать, мы будем предлагать. В чем уникальность же опять приходит общество потребительского, это состоит в том, что, скажем так, ну, приведу пример. Предположим, собрались пайщики, они хотят строить каждый себе родовое поместье. Значит, мы все оптом покупаем, практически собираем деньги и покупаем лесоматериалы. Кто-то хочет из срубов, кто-то хочет деревянный, кто-то хочет каменный, может быть, да, ну, разницы нет. Хотя, вот жить в Сибири, мне кажется, на Алтае лучше из срубов жить, потому что, когда живешь из срубов, там классно. Так вот, собрались тысячи пайщиков, и мы покупаем этот лес и отдаем пайщикам по той цене, по которой мы купили. То есть, и фонд, и целевая программа будут созданы для того, чтобы покупать брус по такой цене. Точно так же, когда мы сейчас будем представлять через потребительское общество программы, то фактически у нас, скажем, тот дисконт, который существует в компании, он будет у нас, ну, практически для всех одинаковый. То есть, нет, не будет разницы, человек за 10 тысяч фунтов купил или за 5 фунтов дисконт будет одинаковый. То есть, вот это огромнейшее преимущество. Ну, а второе, скажем, если говорить по преимуществу, ну, не то, что преимущество, но ведется реестр неакционировав пайщиков, и он строго ведется. Там, знаете, вот в чем проблема потребительских обществ иногда, что документооборот неправильный. Поэтому некоторые задают вопрос, почему мы так долго, мы еще в январе заявились о потребительском обществе, и только вот сейчас мы уже открыли в марте месяце его, в начале апреля, да, а сейчас только сайт выйдет, потому что мы делаем правильный документооборот, чтобы все было правильно, что, во-первых, там нет коммерческого интереса. Вот ваш коммерческий интерес будет лично в том, что вы взяли эти акции, каким образом? То есть, вы внесли поевой взнос. Это предприятие внесло поевой взнос в виде акций. У вас произошел возврат поевого взноса в виде акций, а у этого предприятия возврат поевого взноса в виде денег. Все просто шикарно получается, понимаете, да? То есть, мы сейчас и предлагаем, и эту схему прорисовывать, сейчас будем предлагать, уже предлагали юристам компании Skyway, они обучались вместе с нашей группой по потребкой операции, и мы будем прорисовывать схему, где показывать гораздо выгоднее работать через потребку операцию, потому что, ну, приведу простой пример, вот то, что произошло в Литве, когда, скажем так, Анатолий Гарчиницкий там хотел управляющую компанию сделать, там сделать именно, скажем, технопарк и так далее, да, и правительство Литвы, так как он русский, начал на него гонения и даже арестовали деньги на счету, да, и сейчас было судебное разбирательство, эти деньги все вернутся. Так вот, если бы это было потребительским обществом, и деньги были потребительского общества, то литовское правительство и банки не могли бы вообще заморозить это ничего, да? Поэтому мы уже не раз объясняли Анатолию Гарчиничу, и сейчас готовим схему, чтобы они посмотрели, как им будет удобно работать именно через потребку операцию, потому что, еще раз повторюсь, что потребительское, то есть, если мы делаем новую систему, транспортную систему, это в новом жизнеукладе, это новая экономическая эволюция мира, то есть, нельзя ее строить по меркам 20-го века. Да, когда Ричард Брэнсон там был в конце 80-х, 90-х, там был именно такой бизнес, но сейчас тот же Ричард Брэнсон, дорогие друзья, сегодня входит в систему новой экономической эволюции мира. И у нас уже есть вот в Британии люди, которые наши представители, наши директора, возглавляющие Global Transnet UK, которым мы сейчас готовим программу, и уже есть выходы на Ричарда Брэнсона, мы знаем, что, ну, я думаю, что он очень, скажем, продвинутый такой предприниматель и инвестор, и бизнесмен, что его заинтересует то направление, которое мы будем предлагать ему. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, я ответил на вопрос Александр Александрович, да? Вич Александрович Александрович. Да, Игорь, не слышно тебя? Один, два раза слышно сейчас? Да, да. Раз, два. Тут по моей части поступил вопрос один, я хочу на него тоже ответить быстро. Это по нашим представителям-представительствам, ребят, наш споритель. Очень интересный сейчас приходит у нас перемены, мы сегодня говорили о потребительском обществе. Во-первых, все, что касается представителей-представителей, то есть директоров отделения, представительства, друзья, вы можете всегда найти на нашем сайте, пожалуйста, открывать это не в личном кабинете, а на нашем основном сайте, где вы о команде нашей читаете, нажимаете слово «представительство». И здесь вы буквально видите, где у нас находится представительство, где у нас находятся представители, как с ними держать связь, требования к организации представителей, там дополнительные требования, то есть различные документы, вы здесь можете ознакомиться и мне в личном потом писать, и мы с вами обсудим по открытию того или иного региона. На сегодняшний день у нас порядка 42 регионов открыто, но я сейчас вам хочу сказать одну вещь, о чем сегодня говорил и Андрей в основном, и Сергей говорил, так как мы с вами будем создавать все-таки потребительское общество, то у нас представительства и представители, они будут так называемые кооперативные участки. Это очень интересная будет тема работы, тема работы, она более выгодная, она более карьерная, она более денежная будет. Поэтому те люди, которые сегодня буквально принимают в этом активное участие, и те, кто уже хотят открыть, допустим, свои представительства в своих регионах, пожалуйста, ко мне обращайтесь, и мы будем постепенно с вами готовить кооперативные участки. Вот в этом плане я хотел что сказать. Благодарю, Игорь. Тут задается вопрос еще, сейчас вопрос, когда будут выдаваться на руки оригиналы свидетельства на акции, когда начнет реально работать пол-центр, когда будут увеличены крестфакции в 2,95 раза. Значит, сейчас мы тоже задавали этот вопрос, и, скажем так, подготавливаются до конца документы, уже создана компания, уже зарегистрирована на британских и оригинских островах, где будут сосредоточены, я так понимаю, 20% акций, акции будут, оказываются, привилегированными. То есть, вчера услышал этот вопрос, вопрос от Бабурина Виктора, что акции будут привилегированные, что это означает, то есть, задавали тоже по дивидендам вопрос, что когда будут дивиденды у компании Global Transport Investment, это корневая компания, и будет компания, скажем, которая объединена, ну, то есть, все четыре компании, потому что акции, почему индексация будет в 2,95 раз, потому что нам выдавались акции британской компании RSV System, Euro-Azenrod Skyway System, а сейчас будет Global Skyway, то есть, мировой Skyway, и там количество акций больше, естественно, то есть, в 2,95 раза. И эти акции будут привилегированы, что это означает, что когда есть прибыль компании, гарантированно мы будем получать, то есть, компании задавали вопрос, а если Юнинский захочет все акции вложить куда-то в другое место, да, а мы не имеем голоса. Вот здесь гарантированно, что если у тебя привилегированные акции, ты гарантированно будешь получать 20% от прибыли, которая будет на тот год. То есть, получилась какая-то прибыль, значит, 20% распределяется на всех привилегированные акции. Я так понял, что на привилегированные акции будет выделено 20% от всего числа акций. То есть мы, все акционеры, попадем именно в привилегированные, то есть нам выдадут привилегированные акции. Так вот, вопрос, когда мы свидетельствуем. Как только мы получим сейчас период переоформления, перевод, не знаю, будет или не будет, пообещали, что будет вроде бы, кто писал заявление. И нам сделают переиндексацию нашему Skyway Invest Group в нашем проекте. Как только мы это получим, переиндексацию, сразу же мы в личном кабинете уже готовы, готовятся сейчас нашими айтишниками, где будут сертификаты вам выданы. Сейчас не свидетельство, а сертификат, где вы сможете заказать его, или распечатать. То есть таким образом вы либо распечатаете этот новый сертификат с новым количеством акций. То есть там будет галочка, что вы согласны с теми условиями, что у вас происходит вот такая вот индексация, и вы получаете в 2,8 или 2,95. Цифра пока неизвестна, пока нам индексацию еще не сделаем. Только нам индексацию сделают, сразу же в личном кабинете это мы будем делать. Вы получите эти сертификаты и сможете там будет заказать по договору, во-первых, сможете заказать и заказать сертификат на это количество. И таким образом вы получите непосредственно по почтовому ящику. Единственное, что за это нужно будет доплатить. Какая сумма, я не знаю. Ну у нас сертификаты будут печататься в России, будут печататься в Европе, для европейцев, чтобы для Европы отправлять. И все, в Европе и в России, чтобы отправлять. Ну я думаю, что я ответил на вопрос. Когда начнет работать полцентр? Полцентр уже работает, но в основном у нас его работа сосредоточена на первичный рынок. То есть это работа с холодным рынком и возглавляет Ольга Шантина сейчас именно. А сейчас у нас будут именно отделения отдельно по Украине, отдельно по России еще полцентры. Я думаю, к концу мая все это будет сделано. Где будут полцентры, на сайте даже будут заказать звонок с сайта. То есть и тогда там будет интересная форма, полцентр будет работать. Мы сделаем даже такую интересную вещь, когда вы сможете в личном кабинете, допустим, поставить, что я регистрирую много людей. Например, вы интернет-бизнесом занимаетесь или интернет-привлечением. И у вас люди регистрируются, и вы пишете, что я готов определенный процент от своего дохода отдавать менеджеру полцентра. И тогда будет менеджер полцентра работать с вашими людьми, а ваша прибыль, естественно, будет делиться, потому что он в основном будет общаться с теми людьми, которые зарегистрировались у вас в личном кабинете. Какие акции приобретают ваши партнеры? Я сказал, что сейчас после индексации у нас будут привилегированы акции. То есть на этот вопрос ответят. В общем-то вопросов больше нет, Сергей. Я думаю, что если вопросов нет, тогда хочу сказать, что на сайте, на главной странице вы можете перейти на эту страничку, зарегистрироваться. Почему мы собираем заявки на получение земли? Потому что сейчас, как только сайт готов по ПО Евразия, мы именно от ПО Евразия будем писать заявки. И в шести регионах сейчас Сергей Сибиряков ведет уже переговоры для того, чтобы вы сможете не только выбрать Дальний Восток, там мы сейчас ведем переговоры даже в Центральной России, и по идее мы должны там взять достаточно хорошо. И вот приведу пример, как Михаил Ширинкин сейчас на меня тоже забил на Алтае землю, всего лишь 400 километров от Новосибирска я посмотрел. То есть это когда будут готовы, а я думаю, уже через 5 лет 100% будут готовы наши дороги за каких-то 40 минут-полтора часа в центре Новосибирска от своего дома на природе. Поэтому я сейчас Михаилу заказал чуть больше, чем 10 гектаров земли, я вам скажу. Но люблю я жить, когда много территорий. Сергей, передаю тебе слово. Ну все, в общем-то вопросов больше нет. Я думаю, что надо закругляться. Мы очень хорошо сегодня отработали, почти 3 часа. Я смотрю, количество только увеличилось, так и не уменьшалось за все ведение конференции. Поэтому я от себя лично могу сказать, что, друзья, надеюсь, что мы сегодня донесли до вас очень нужную информацию, что она будет в дальнейшем востребована и нужна в работе. Ну а Игорь, наверное, сегодня это пока у нас самое интересное и самое успешное проведение такого рода работы. И я думаю, что мы будем ее продолжать и увеличивать и увеличивать. Спасибо. Мы формы меняем, различную работу меняем. Я просто думаю, что было бы потом интересно в телемостах очередных пор участвовать другим директорам, экономистам, финансистам, институтарям нашим. То есть это вот такая, будем, наверное, менять все. Это будет здорово. И большое-очень огромное спасибо, ребят, что мы все с вами все сегодня поработали. И я еще хочу сказать особое спасибо нашему человеку за кадром, нашему мультивидейному директору. Это Дима Сьюсер, который несколько дней готовил этот телемост. Извините, чтобы у нас все здесь было правильно и хорошо. Дима, тебе огромное спасибо, если ты нас слышишь. Ну, я тоже со всеми прощаюсь и всего хорошего. Игорь, можно в будущем, было бы хорошо, как у нас был первый телемост, когда у нас было 6 городов там включено, чтобы все видели еще, что мы тут не одни вещаем, что у нас еще в городах люди сидят. И когда у нас будут конференции проходить, я бы хотел, чтобы мы тоже вот эти телемосты включали на 4, на 6 городов, чтобы люди видели, что из этого города и там 100 человек, и там 100 человек, и там 100 человек. То есть, ну, видели, что мы не только в онлайне, но и в офлайне работаем. Понятно, понятно, был упущен момент, когда надо было подключаться, конечно. Но я знаю, что в разных городах были. В Новосибирске сейчас, вот я все время про Миша говорил, я здесь нахожусь у себя в офисе, Михаил у себя с командой в офисе, они нас слушают внимательно, там находятся. Все здорово, всем спасибо. Всем пока. Всего доброго. И хотим напомнить, дорогие друзья, еще, да, что особенно для наших агентов, что с 1 июня бонус акциями уже не будет начисляться, поэтому успейте, спешите, чтобы, ну, скажем, все было. И мы, скажем, в конце, еще готовьте вопросы от всех своих людей, потому что 30-го, мы готовим 30-го, да, июня, мы с 30-го мая, мы сделаем под итоговую такую вот, скажем, конференцию, тоже как телемост, под итог, так называемый, да, для того, чтобы ответить на многие вопросы и рассказать вам о новостях, о том, что у нас ждет в лето, каким образом у нас будет идти работа в лето. Поэтому, дорогие друзья, всем всего самого наилучшего. И со следующей недели у нас с понедельника на неделю Испания, поэтому 20, не помню, 2-го или 23-го будут мероприятия в Испании. Все, кто в Европе, кто еще там думает недалеко от Коста-Дорадо или Коста-Браво, ну, недалеко от Барселоны, приезжайте, будем знакомиться там все. Там есть много директоров наших, там будет классная тусовка. Для тех, кто любит туситься, давайте, пожалуйста, ждем вас там. Пока-пока. Все, всего всем доброго, до свидания, до новых встреч.